Продолжение следует... Укол отца. Там, в лагере, посмотрите. Осторожно! Иди не спадают! Вы поймите, главное, целые дети. Ваш муж оделся царапинами. Вы вместе. Все будет хорошо. Олег Павлович! Сейчас, секунду. Вы меня поняли? Хорошо. Леша, проследи, чтобы они и Ваня через час сделали укол. Хорошо, через час. Олег Павлович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Журналист Андрей Митин. Хорошо. Мне срочно нужно с вами поговорить. Не до вас сейчас, извините. Это очень важно. Потом, ребят. Все потом. Хорошо. А отчество? Вера, как вы тут? Все в порядке. Теплой одежды хватает? Да, одеяло есть, питье, вода. Пойдемте в полосы. Да, все есть. Отдохнете, чайка. Да, все берегись. Держись. Хорошо. Послушайте, уделите мне одну минуту своего времени. Пожалуйста. Ребят, прошу, здесь сейчас. Не мешайте. Знаете, у меня своя работа, у вас своя. Я все равно от вас не отстану. Что случилось? Умоляю, помогите. Там дом, там рушится новый дом. Здесь зона бедствия. Мы всех эвакуируем. Там, он внутри. Ему страшно. Кому страшно? Я не сумела, не смогла его вынести. Успокойтесь, у вас в доме кто-то остался? Да, да. Сын мой, Алешенька. Алеша! Где ваш дом? Там! Там, скорее! Скорее! Олег! Пойдемте! Следите, скорее! Давай пойдем за ними. Алеша! Олег, ты куда? Пойдем за ним. Всем внимания! Тут идут обзорные толщины. По возможности всем отнимут здание. Все осторожны. Давайте осторожно. Далеко еще? Там, это улица. Твою ж ты! Стой! Туда, друзья! Держи ее! Пустите, пустите меня! Снимай! Алеша! Твою ж! Алешенька! Алешенька! Ты куда швылись? Черт. От этого скажите! Видно что-нибудь? Алеша! Алёша! Алёша, сынок! Черт! Алёша, Алёша, привет. Посмотри на меня. Да уйдите отсюда! Олег, нашёл? Да, он здесь, живой! Ребятка снимай! Давай, он сюда. Алёша, а тебя там мама ждёт. Алёша, иди ко мне. Алёша. Олег, скорее! Сейчас. Алёша, не бойся. Иди ко мне. Алёша, скорее ко мне. Олег! Давай, давай. Алёша, пожалуйста. Идём, идём скорее. Иди, пожалуйста. Давай, давай. Ползи, ползи ко мне. Давай. Хорошо. Молодец. Олег! Давай, 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 давай. Вот так. Молодец. Олег, быстрее. Хорошо. Идём, идём скорее. Давай его сюда. Осторожно! Черт побери. Давай сюда. Держи, Вера. Держи его. Упадайся. Упадайся скорее. Уходите. Уходите. Стой, 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 стой. Уходите. 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 Олег! Казалось бы, всё так просто Ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звёзды, Взлетая наперебой Тогда ещё были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, печатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните, в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните, в конце концов. Вам бы, конечно, отбежаться еще ли получено. Лекарства прокапаем и отпустим, если вы так настаиваете. Но имейте в виду, эти препараты не сочетаются с алкоголем. И знаете что? Упади эта балка на сантиметр ближе, и все. Летальный исход. А везение, оно не бесконечно, молодой человек. Да, дело не в везении. Я же заговоренный. Смотрите, что у меня здесь написано. Судьба в моих руках, и счастье всегда со мной. Тамерлан сказал, великий человек был. Этот талисман еще мой отец носил. Тоже, кстати. Большой был человек. Вот именно что был. Все мои, знаете ли… Чего эти врачи все время ужаса нагоняют. Ладно. Все хорошо, что хорошо, кончается, да? Ура-ура. Отметим? Шутишь, да? Был в сантиметре от смерти, и все шутишь. Ты знаешь, там было так тихо все. Вообще никаких звуков. Рухнуло все, и как будто бы все умерло, и как будто бы все умерли. Олег, ты понимаешь, что я больше так не могу? Сколько было этих случаев? Десять? Двадцать? Сто? Что? А я вообще не понимаю, как я до сих пор не сошла с ума. Вера. Верочка, успокойся, пожалуйста. У тебя просто нервный срыв. Вера, Вера. Послушай, ты понимаешь, что я устала? Я смертельно устала. Я хочу домой, в Москву. Я хочу нормальную жизнь. Я хочу семью. Я хочу детей. Я устала ждать, вернешься ты или нет. Останешься ты калекой или нет. Нет. Ты понимаешь, что я больше так не могу жить? Понимаешь или нет? Вера! Ты понимаешь, что если б я не полез в тот дом, мальчика уже не было бы в живых? А ты понимаешь, что если что-нибудь случилось бы с тобой, в живых не было бы меня? А может, ты просто меня не любишь, Олег? Ты сейчас не права. Хорошо. Может быть, я не права. Но тебе придется выбрать либо семья, либо работа. Да перестань, ты что? Вера, это ультиматум? А понимай, как хочешь. Вера. Вера! Молодой человек, вы куда? Я Колосову. Туда нельзя. Послушайте, мне очень срочно нужно его увидеть. А вы кто, родственник? Нет, я пресса. Вот, Андрей Митин, газета «Сибирский вестник». Поправится ваш Колосов, тогда и будете интервью брать. Слушайте. Вы коллегу? Да, а что? Станислав Бойко, заместитель Олега. Пойдемте поговорим. Ни с кем, кроме колы своей, говорить не собираюсь. Приветствую с Верой. Привет, дружище. Проходи, садись. Какие новости? Все нормально. Все в полном порядке. Молодежь сегодняшней вечеринки готовится. А что? Тебя же к вечеру отпустят? Отпустят, куда денутся. Угу. Ну, а что с мурной такой? Да так, не обращай внимания. Доктор сказал, пить нельзя. А ты говоришь, вечеринка. Станислав Михайлович, потерпите, скоро есть будем. Жестокая ты, Анюта. Как все красивые девушки. Да, повезло тебе, Анька, с начальством. Не то, что мне принеси, подай, это день. Да ладно тебе, Жанна. Вера, помни вежлива. Вежлива, это поры до времени. Но до Станислава ей далеко. Это точно. А вот и Олег. Здорово. Ой, Олег Павлович. Ты один? Пока, да. А Вера? Попозже будет? Олег Павлович, как вы? Все хорошо, Реша. Привет. Всем привет. Так, ребят, давайте, все готово, все к столу. Собирайте. 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 В аэропорт. Проходим, проходим. Ух ты! Какой стол роскошный. Ну, молодцы, ребята. Молодцы. Здорово. Олег Павлович, с вас тост. Вот. Хорошо. У всех, Нарин, да вы присаживайтесь. Присаживайтесь. Сущи не особо торжественные. Так, перефразируя героя одного хорошего фильма, скажу так. Что еще нужно человеку для того, чтобы достойно встретить старость, кроме уютного дома и, верно, любимой жены? Ну, а сколько бы людей… Не заглядывай сюда, можно отчаянье. Со двенадцать лет брак, а имени. Мы всегда вместе, всегда рядом. Да, если бы не вы, добра на земле было бы гораздо меньше, я в этом уверен. На каждое правило есть исключение. Платочек, не запасись. Интересы, когда дошли. Не завидуй. Да! Хоть бы кто-нибудь сказал, Олег Павлович, заканчивайте трепаться и есть хочется. Значит так, кто хорошо потрудился, тот имит полное право отдохнуть. Ну, и по чуть-чуть, как говорится. Ура! За нас, ура! Ура! Олег Павлович, ура! Прекрасный тост. Спасибо. Да, ребят, правда, спасибо всем за отличную работу. Если бы не вы, говорить было бы не о чем. За вас. Олег Павлович, я вот вам воды налил. Алкоголь после лекарств вам точно противопоказан. Точно? Ну, правда. Спасибо, Олеж. Давай. Георгий подъехал, говорит, серьезная тема. Да, идем. Идем. Так. Ребят, отдыхайте, мы скоро. А можешь передать мне огурчик? Привет. Какие новости? Вот, полюбуйтесь. Что здесь? Похвалы? Так. Ну, с каждым годом растущие, как грибы, фонды помощи. Особенно первый из них фонд с многоносительным названием «Люди», своей бескорыстностью, вызвавшей у нас слезы благодарности. Ну, а что, плохое? Подожди, подожди, ты дальше читай. Были получены неопровержимые доказательства того, что деньги, якобы выделяемые этим фондом, не доходят до пострадавших. Ничего себе, в полном объеме. Это что получается? Мы воры? Подожди, подожди, а кто писал статью? Андрей Митин. 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 Я его знаю. Он сейчас на днях просто носился со мной со своими разговорами. Ничего, я с ним разберусь. Так, стоп, 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 стоп. Давайте вот мы сейчас бить морду журналистам не будем. Надо выяснить, кто оплатил эту заказу. И пусть каждый занимается своим делом. Стас, финансы и логистика – твоя епархия. Так что проводить проверку, разбираться с прессой будешь ты. Глеб, ты как начальник службы безопасности, помоги Стасу. Ну, проконтролируй там. Сделаем. Олег, ты, голубчик, отправляйся в Москву. У меня хорошие новости. Я пробил детский центр. Нам отдают здание бывшего санатория в Южанске. Ну? Конечно, денег пухаем в реконструкцию немеря. Но все-таки дешевле, чем строить стулья. В Южанске, значит? Да. В Южанске. Родина твоего отца. Да и моя душа. А центр я хочу назвать именем Паш. Представляешь? Детский реабилитационный центр имени Павла Колосова звучит? Звучит. Да. Так что давай-ка дуй в Москву, готовь там документацию, программы реабилитации и так далее. Да. Жаль, что Паша не дожил. Он бы гордился тобой. Ну, ничего не поделаешь. Такова жизнь. Олег Павлович, пойдем сюда. Куда? Без вас танцевать никто не хочет. Да я не танцую, Жанн. Танцуете! Иди. Иди, не порть людям праздник. Потом договоримся. Ребят, я снова с вами. Весело у вас тут. Они за ним готовы и в вагоне, и в воду. У Олега это семейное. Пашка тоже был прирожденный лидер. Да. Олег редкий везунчик. Ребят, отрывайтесь. Я присадюсь вам чуть позже. Хорошо? Хорошо. Веселитесь. Алло. Лера, ну наконец-то. Ты где? Я в аэропорту, Олег. Подожди. Подожди. Как в аэропорту? Я улетаю в Москву. Как в Москву? А ты думал, я шучу? То есть, ты сама за нас все решила? Молодец. Я же тебе все сказала. Я так больше не могу. Не можешь, значит? Ну что я могу сказать? Счастливого пути, Вера. Продолжение следует. Попробуем. Попробуем. Счастливого пути. Внимание! Пассажиры! Открыта регистракция. На рейке 1479. До мановых. Пассажиры приглашают присоединяйтесь до регистрации. Повторяю. Жанка, я сегодня, наверное, ночевать не приду. Олег Павлович, а можно я скажу тост? Давай. Давайте выпьем за любовь. За любовь? Нет. Давай за свободу. Свобода — самая главная вещь. Все рождены быть свободными. Красиво. А пойдем потанцуем? Пойдем. Да не хочу этот все, Ольша. Ну, давай. Что ты? Давай его выпьем. Ты с ума сошел? Тебе сказали, ни капли алкоголя. Так, поехали, я тебя отвезу в гостиницу. Станислав Михайлович, мы уже обо всем договорились, там ждет водитель. Мне по пути с ним. Нет, если договорились, то… Да, мы уже договорились, все нормально. Так, все, давайте, давайте. Пойдемте все. Олег Павлович, что… Эй, тебе нельзя алкоголь? Это для меня. Оп, аккуратненько. Ага. Пока. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, что такое? Куда мы едем? Домой. Домой? Тихо-тихо… Сегодня ночью я… Милый, ты был великолепен. Я был пьян, так что… Нет, мне очень понравилось. Давай еще. Жанна, послушай, я люблю свою жену, так что слушай. Все, что было сегодня ночью, просто пьяная глупость, так что извини. Вы что, все по одному учебнику шпарите, а? Что? Ничего. Я был пьян, я не знаю, как я на тебя залез. Иди вообще отсюда! Иди, я сказала, вали отсюда! И дверь закрой! Иди сюда! Олег. Олег. Прости меня, родная моя, прости. Ты меня прости, пожалуйста. Я была не права. Знаешь, все это было так глупо. Я жить без тебя не могу. Мы сегодня же едем в Москву и начинаем новую жизнь. В Москву? Да. Да. В Москву. Домой. В Москву? Да. Да. В Москву. Домой. В Москву. Багажник откройте, пожалуйста. Ой, Олешек. Ой, Олешек. Надолго приехали? Навсегда, тетя Ванна. О, да что вы. Вот, молодцы. А я вот это, Борюсику купила. А, ладно, побегу. А то он там заждался меня. Вер, ты заходи, начай-то. Обсудим новости. Тетя Валь, я обязательно зайду. Ага. Слушай, это удивительно. Ничего не меняется. Ну, да. Тетя Валь в своем репертуаре. Ну что, идем? Идем. Идем. Прошу. Спасибо. Ну вот. Работали, работали. А на стулья так и не заработали. Стулья купим. Новый ремонт отгрохаем. И начнем бить гнездышко. Ух ты. От тебя ли я это слышу? А что? По-моему, пришло время задуматься о продолжении рода Колосовых. Так. Или ты против? Это моя мечта. Раньше у меня был идеальный муж, а теперь у меня будет идеальная семьярка. Иди ко мне. Нет, подожди. Сначала нужно в долгушку. Прежде всего, продолжение рода. Помнишь? Ищу его бороду и сбрею в знак чистой новой жизни. Иди ко мне. Добрый день. Здравствуйте. Пойдемте со мной. Пойдем. Увы, к лечению желаемых результатов не дало. И что, никакой надежды? Ну, может где-нибудь в Европе есть какие-то современные новые методы? Вы, конечно, можете поехать за границу, но, боюсь, это напрасная трата времени и средств. Я считаю, что в вашем случае единственный выход – это ЭКО. А какие есть шансы с ЭКО? Шанс есть. Но и риск, конечно, тоже есть. В вашем случае могут быть осложнения. Не исключено кровотечение, гипертония, нарушение сердечного ритма. Вы должны все взвесить. Не торопитесь. Подумайте, обсудите. Решитесь, звоните. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я боюсь. Не хочу тебя потерять. Ты меня не потеряешь. Ты только представь через год. У нас будет ребенок. Девочка или мальчик. Я не понимаю, зачем нужно так рисковать? А если не получится? Я считал, некоторые по семь, по восемь раз это ЭКО делают и ничего. А с твоим здоровьем… Почему нельзя просто взять и усыновить ребенка? Потому что я не хочу чужого. Я хочу твоего. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. Ну, это же твой. Он меня столько раз спасал. Пусть теперь тебя хранит. Алексей, ну что, удачи. Будет экстренная ситуация, звони в любой момент. Спасибо, Олег Павлович. Все будет хорошо. О, ты еще здесь? Думаешь, самолет ждать будет? Нет. Все. Пока, Леша. Да не переживайте так. Алексей достойный ученей. Ты его здорово натаскал. Ну да. Олег, ты сам отказался выезжать на катастрофу? Он как старая боевая лошка. Горцует при звуках трубы. Ладно, я поехал в банк. Георгий, подождите. Я хотел спросить. Я звонил в Южанск, там какие-то проблемы с ремонтом. Может, я поеду, проконтролирую? Так я же уже отправил туда нашего человека. Кого? Он ведь Кирилл Пикин. Помнишь? Мужик хватки проследит. Со Стасом на связи. Да, Стас? Да. Ладно, заболтался с вами. Все, уехал. Хорошо. Ну как, Вера? Спасибо, хорошо. Кстати, мне нужно ей прикупить одну вещицу. Поможешь? Конечно. Жена, встречай гостей. Да. Иду, иду. О, это что? То есть? Лимонное дерево. Ты же сама говорила, у вас в детстве было такое, вы с него лимончики кушали. Я попросил Стаса, чтоб он контролировал процесс, потому что я-то вообще мог кактус купить. А он увидел, говорит, вот оно, лимонное дерево. Ну и взяли. Ты что, сумасшедший? А что смешного? Да ты что, не видишь, что это не лимон, а мандарин? В смысле? Ты не видишь, это мандарин. Тот-то рожа мне этого продавца, сразу вид до хапуга. А ты-то куда смотреть? А что ты купил? Спасибо, удружил. Что, его обратно перевести? Поехали. Ой, не-не-не, обратно не нужно. Ну хорошо, что мандарин, потому что он сладкий, наверное. А чем у нас пахнет? Ой, у меня же мясо. Сейчас ужинать будем. Вот, я тебе недавно старые фотки отрыл. Мои, мы с Вероней. Батя. О! Погоди, погоди, это мы где? В общаге. Четвертый курс после летней сессии, помнишь? Ой, я помню, мы тогда погуляли-то. Все, сидите, я чай заварила. А, спасибо. Молодцы вы, ребята. Настоящая семья. Ну, тебе спасибо. Ты же нас познакомил. Иди сюда. А вот я совсем маленький. Вот. Вот, кстати, помнишь? Это то место, где мы познакомились тогда, у парка Горького. Да-да-да, помню. Вы тогда меня проводили, а потом ты вернулся. Да. Мы всю ночь в подъезде процеловались. Потом я на следующий день в бар проспал. Да. Пойду я. Подожди, а чай? Ребята, в следующий раз. Чайку? Было, как всегда, очень вкусно. А ремонт у вас отличный. Спасибо. Пойдем проводим. Пиринатальный центр. Слушаю вас. Доктор, ну что, как она? Все прошло хорошо. Отлично. Спасибо. Но, вы должны помнить, ЭКО – это не простая беременность. А принимая во внимание гормональную склонность вашей жены к кровотечениям, никаких стрессов, никаких переживаний. Только позитив. Вы меня поняли? Понял, конечно. Ну что ж, пойдемте. Идемте. Вы должны беречь ее, как хрустальную вазу. Иначе в вашем случае дальнейшие попытки забеременеть практически исключаются. Да-да, я понимаю. Пойдемте. Да. Да, я подъехал. Сейчас зайду. Хорошо. Да-да. О. Да, Георгий Вадимович. Приветствую. Приветствую. Садись. Ага. Тут вот какое дело. Звонили из журнала одного, серьезного. Хотят статью про нас написать. А я как-то не знаю. Помнишь ту статью? Ну, в сибирском вестнике? Да помню, конечно. И что было после нее? Прокуратура, следственный комитет, налоговая… Так все так. Ну, они же ничего не нашли и отвязались, в конце концов. Значит, мы правы. Я считаю, надо дать интервью и заявить об этом широко. Эти журналюги нас чуть не угробили. Пусть нас сами и вытаскивают. Нет, ну а что, после всей этой грязи фонду работать нормально не дают. Черт его знает, может, ты прав. Давай, хоть какие-то проблемы решим. Хотя бы с арендой. Да согласен. Добрый день. Прошу. Андрей Митин. Я узнал. Проходите, пожалуйста. Прошу сюда. С вашего разрешения Иван поищет выгодные точки для фотосъемки? Десять лет. Первая круглая дата в истории фонда «Люди». Скажите, с какими подытогами вы к ней подошли? Вы считаете, у фонда есть будущее? Подытоги – это тысячи спасенных жизней. Мы работаем в полную силу, даем надежду людям. Мы помогаем им реабилитироваться и заново начать жить. А в ближайшее время заканчивается строительство нового детского реабилитационного центра в Южанске, где предстоит большая работа на выезде. Поэтому причин сомневаться в будущем фонда нет. И я уверен, что мы сможем помочь как можно большему количеству детей, попавших в беду и нуждающимся в нашей помощи. Что ж, искренние слова человека, всей душой болеющего за правое дело. Вера, скажите, вы ведь тоже работаете в фонде? Да. Я очень люблю свою работу. Вера – координатор фонда все десять лет его существования. А вот помните землетрясение в Хакасии? А что вы почувствовали, когда муж на ваших глазах бросился в падающее здание? Странный вопрос. Вы же там были и все видели. Вы знаете, когда на кону стоит жизнь ребенка, тут уж… Я понимаю, я… Но вот что меня интересует. Вы лично не как сотрудница, а как жена. Как жена? Я очень испугалась о жизни своего мужа. Но я… Вы знаете, к сожалению, бывают ситуации, когда личная безопасность не гарантируется. Но когда Вера со мной, я точно знаю, все будет хорошо. Она мой талисман. Я искренне рад за вас. А вот моя жена не вынесла подобного. Она ушла. Я предлагаю сделать снимок на обложку. Проходите сюда, пожалуйста. Давайте. Жаль, что мы не поговорили тогда с вами в Хакасии. А что бы это изменило? Как знать. Не волнуйтесь, Вера Николаевна. В ближайший год фонд может спокойно занимать предоставленные ему помещения. Спасибо, Петр Иванович. Спасибо вам. Всего доброго вам и вашим сотрудникам. Спасибо. Петюнь, ну мы идем обедать или как? Вера. Лара. Отлично выглядишь. Привет. Сто лет тебя не видела. Слушай, ну читала про тебя и про твоего мужа. Спасибо большое, ты… А это мой муж, Петр Иванович. А, ну, вы уже знакомы. Моя бывшая однокурсница. Неожиданно. Петь, ну что там с вечером? Положительно. Давай Веру пригласим. Вера, у нас в пятницу намечается встреча, будет много интересных людей. Приходи с мужем. Спасибо. Здрасте. Теть Валя, что случилось? Ничего. Борюсик опять разбушевался. Надо мне не привыкать. Спасибо, что жива осталась. Господи. Так, теть Валя, пойдемте ко мне. Пойдемте. Теть Валя, зачем вы терпите? А я и не терплю. Выгнала я Борюсика. А теперь, думаю, зря. Он же, когда трезвый, он ласковый. Он по хозяйству поможет. Вообще рукастый. И шкаф починит и телевизор. Он же инженером был. Прекратите, тетя Валя. Он сам все рушит, когда пьяный. Может и так. А все мужик в доме. Осиротела я, Вера. Вот. Ушел. Оставил у меня одну. И телефон отключил вообще. Да ну прекратите. Он вернется, куда он денется. Ну да. Много ты понимаешь. За Борюсика-то любая ухватится. Я дома. О, у нас гости. Здравствуйте, тетя Валя. Здравствуй, Олег. Ну, я пойду, да? Да куда вы? Посидели бы еще. Я дверь сама захлопну. Ну что, к Варе идем? Извини, не смогу. Это наш первый прием. Дом еще не достроен. Очень хотелось похвастаться, Верочка. Я так рада, что ты пришла. А где Олег? Работает. Пойдем, я тебя кое-то с кем познакомлю. Может пригодится. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте представить. Ксения Малько, группа компании «Облако». Вера Колосова, фонд «Люди». Очень приятно. Кстати, я читала ваше интервью. Скажите, а вот вы с мужем работаете всегда вместе и даже… Прошу меня извинить, я на меня ничего не помню. Конечно. На местах катастроф. Не страшно? Люди гибнут. Вонения, увечья. И вы тоже в опасности. Страшно. Петр Иванович, идите к нам. Нам тут про всякие ужасы рассказывают. Смерть, разрушение. Ксюша, ужас в том, что мы с вами давно не виделись. Вот что ужасно. Вы все шутите, а мы про благотворительность. Только не надо мне рассказывать, что моя жена попросила вас патронировать еще один приют для бездомных собачьих. Так дашь денег или нет? Меня ребята ждут. Твои ребята подождут. Ты живешь в нашей семье и будь добр, уважать наши принципы. Уважать? За что? За то, что наш папаша с разными телками спит, а ты на это глаза закрываешь? Ты еще пока живешь в этом доме. Здесь ешь, спишь? Да пошла ты! Артем! Прости, пожалуйста, я не вовремя. Да нет, все в порядке. Давай лучше выбей. Спасибо. Ты знаешь, переходный возраст — это сложное время. Да я тебя умоляю. Просто Артем не знает, что в жизни главное. И что за все нужно платить. А что ты на меня так смотришь? Все, что я хотела в жизни, я добилась. У меня влиятельный супруг, шикарная квартира, бизнес престижный. А что еще надо? Слушай, а помнишь, как мы в институте на трамвайных билетиках гадали, помнишь? Ну да, про любовь. Ох уж мне эти детские мечты. Ладно, пойдем, я тебя со стоительным дядечкой познакомлю. Он может солидную сумму отстегнуть вашему фонду. Правда, жадный да колик. Но ничего, мы его сейчас как-нибудь растрясем. Бедный парень. Она говорит, ты должен уважать семью. И при этом сама терпит измены мужа и врёт сыну. Ты представляешь? Как так? Я не знаю, как я бы так не смогла. Я тоже. Не, ну, знаешь, это не смешно. А я и не смеюсь. Я вообще тебя не обманываю. Я правда говорю, что я тебя люблю. Я тебя люблю. Прости, кто бы это мог быть? Да, Голосов. Простите, кто? Прости, пожалуйста. Да-да, конечно, помню. Подождите секундочку. Да, я внимательно вас слушаю. Хорошо, говорите. Олег, у меня тут проблемы, нам надо поговорить. Я слушаю. Только это не телефонный разговор. Можно я приеду к тебе домой? Нет, ни в коем случае. Я сам подъеду. Спасибо. Прости, мне просто вообще не к кому больше обратиться сразу. Я сказал, позвони. Слушай, я так боюсь, а вдруг у нас ничего не получилось? Прости, что не получилось? Ну, и кое не получилось. Я прям места тебе не нахожу. Ну… Да ну. Что ты? Не накручивай себя. Я в нас верю. У нас все получится. Все хорошо. Я верю. Пойдем спать. Точно все будет хорошо? Точно. Я обещаю. По работе. Потом позвоню. Ну что, могу вас поздравить. Анализ показал, что ХГЧ у вас 109. Ну, это нормально? Это значит, что… Вы беременны. Прекрасно. Нет. 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 Я не знаю... Нет. Нет. Олег, привет. Проходи. Привет. Нам нужно с тобой серьёзно поговорить. По-моему, мы обо всём поговорили ещё два года назад. Здрасте. Здрасте. Пойдём я тебя кое с кем познакомлю. Ну, пойдём. Ты мой котик любимый. Ты мой зайка. Познакомься. Это твой сын Серёжа. Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Казалось бы, всё так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звёзды, взлетая наперебой. Тогда ещё были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу. Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. Вер, я дома. Олег, подожди, не входи сюда. Мне нужно поговорить с тобой. Всё потом. Закрывай глаза. Верна. Всё потом. Послушай. Заходи. Ты ничего не видишь? Да нет, ты же… Проходи, 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 проходи. Готов? Ну да. Сюрприз. Ух ты, какая красота. Ну, это ещё не всё. Что ещё? Проходи. Вуаля. Олег Павлович Колсов. В юном возрасте. Узнаёте? Да. Ну, тебе что, не нравится? Да нет, что-то очень нравится. Ну, теперь ты. Что хотел сказать? Я хотел сказать, какая ты у меня умница. Олег. Олег. У меня там народ собрался, тебя ждём. Да-да, сейчас иду. А что это такое? О, любовное гнёздышко подыскиваешь, а? Смотри, расскажу Вере, будет тебе скандал в благородном семействе. Кто о чём, а вшивая баня. Да нет, знакомый решил помочь, теперь думаю, чем отличается залог от депозита. Подожди. А зачем риэлтор? Давай я ей мамину однушку сдам. Она всё равно стоит пустую, а так и им дешевле, и мне хорошо. Ты б меня очень выручил. Только там евроремонта нет. Да это не страшно. Ну, и с горячей водой проблемы. Ну, это ничего, я нагреватель установлю. Да ладно. Что? Не нужен нагреватель? Да нет, нужен, но просто чего тебе туда мотаться? Ты в офис привези, а я сам установлю. Замётано? Ключи отдам после собрания. Хорошо. На которую мы ведь сейчас идём, правда? Идём, идём. Вот. Ну что, спасибо тебе, подружка, приютила. Теперь у нас с Серёженькой новый домик. Слушай, а я вот думаю, а чё это Колосов так прягся-то за тебя, а? Вообще-то у тебя на коленках сидит его наследник. Ну, своему бывшему ты эту сказочку тоже рассказывала. Так он и вёлся, пока не решил ты из ДНК сделать, придурок. Это кто-то его надоумил, сам бы он не догадался. Да просто надо было себя нормально вести, понимаешь? У мужика бы не возникло вопросов. Ты же вертела хвостом направо-налево, вот и довертелась. А ты не завидуй. А я и не завидую. Всё, я готова. Ничего не забыл? Нет. Пойдём. Ну, Колосов, кстати, даже получше вариант будет. Богатый, знаменитый. Здрасте. 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 И вытащит меня из этой вот вашей помойки. Вообще-то, ещё полгода назад тебе эта помойка оказалась раем. Ну, Аллочка, ну вот я ж не про твою квартиру, я про свою жизнь вообще. Слушай, а ничего, что билет в новую жизнь женат? А ничего, что у меня есть козырь? Поехали. Мы едим в папе. Так, всё, пошли. Выходим, выходим, выходим. Давай. Спасибо. Ну вот, проходите, располагайтесь. В интернете, телек есть. Чисто, просторно и до метро недалеко. Олег, тут даже горячей воды нет. Ой, Господи, прости. Ты даже не представляешь, как тяжело с ребёнком, когда нет горячей воды. Это не постирать, не приготовить. Конечно, конечно, я понимаю. Я скажу хозяину, он купит нагреватель и я в ближайшее время устанавливаю. Спасибо. Скажи, а почему ты столько времени молчала, что у меня есть сын? Ну, сначала я не хотела тебя напрягать, а сейчас просто уже крайне нет сил. Я ни прокормить его не могу, ни одеть. Олег, если ты сомневаешься, что это твой ребёнок, то можешь сделать тест на отцовство. Но это твой сын. Я не сомневаюсь. Хочешь взять его на ручки? Хочешь к папе? Маленький. Папа у нас хороший. Олег, давай, возьми его на ручки. Серёженька, ты что, не хочешь к папе? Он стесняется, боится ещё. Не привык. Ну, что у нас тут? Всё у вас благополучно соответствует одиннадцатой неделе беременности. Как себя чувствуете? Признаков токсикоза нет? Нет, всё хорошо. Скажите, а сердцебиение уже слышно? Сейчас. Он бьётся. Так, держите. Ага. Смотри, наш малыш. Слушай, по-моему, вот так. Ну-с, жду вас на следующий плановый осмотр. Ау, хозяева. А к нам папочка наш приедет. Девушка, я тут… Ты? А что вы тут делаете? Ну, я-то нагреватель привёз. Понятно. Способ номер пятнадцать. Мадонна с младенцем. Неужели Олег на это купился? В общем, ладно, это не моё дело. Разбирайтесь сами. Я тебя не видел, ты меня не видела. А с нагревателем-то что мне делать? Соври что-нибудь, ты же умеешь. Мама. Фонд Люди, добрый день. Меня зовут Евгений. Да, конечно. Здрасте. Фонд Люди, чем могу вам помочь? Вера. Ух ты, привет. Какими судьбами в нашем королевстве? Я была здесь недалеко, в торговом центре. Смотрю, день рабочий закончился. Думаю, дай заеду за мужем. Заберу его с работы. Замечательно выглядишь. Спасибо. А мне сказали, что вы с Олегом по больницам мотаетесь. Я запереживал. Не переживай. У нас все хорошо. Ты даже не представляешь, до какой степени у нас все хорошо. Вера, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Да, о чем? Вера. Привет. Привет. А ты чего здесь? Что случилось? Нет, ничего не случилось. Смотри. Эта я купила в детскую шторы. Нравится? Красота. На выходных повесим. Ну? Смотри, какая прелесть. Я не могла пройти мимо. Прелесть, да? Здорово. Ты думаешь, что сумасшедшая? Конечно. Я тебя за это и люблю. Ладно, ребят, не стану вам мешать. Подожди, ты хотел о чем-то поговорить. Да. Я вас хотел поздравить, ребята. Спасибо. Спасибо, дружище. Спасибо. Спасибо. Смотри, какие малюсенькие. Класс, класс. Мне очень нравится. Нравится, правда? Очень. Ну, скажи, я сумасшедшая? Да. Ну, теперь точно все. В багажнике проверил, в салоне проверил. Молодец. Слушай, давай скорее шторы повесим. Мне так не терпится. Слушай, ну, сейчас разуюсь, переоденусь и повесим. Прости, важный разговор. Я на секунду. Угу. Вера, мне надо срочно отъехать. Спонсоры встречу назначили. Надолго? Да нет, не думаю. Приеду, шторы повесим. Только без меня не делай ничего, пожалуйста. Хорошо. Поехал. Приезжай скорее. Все. Пока. Спасибо, что приехал. Мишта. Привет. Что случилось? Попросила срочно приехать. Я тебе звоню всю дорогу, трубку не берешь. Ага, так я просто звук забыла включить. У меня Сережка спал. Олег, слушай, меня тут на собеседование позвали, ей нужно отъехать. Помнишь, я говорила, что работаю еще? Пожалуйста, посиди с Сережкой немножко, а? В смысле? Жан, я тебе что, мальчик на побегушках по первому свисту приезжать должен, что ли? Ну, не сердись. Ну, с кем его оставили-то, ну? А ты его отец все-таки. Я скоро вернусь, не задержусь. Ну… Ладно, только не задерживайся, пожалуйста. Спасибо. Привет. Привет. Привет! Вы что ли? Да. Привет. Вспокойся, я не знаю, что ли? Понимаете… Жанна, это мой? А, нет, это мой. Хорошо. Да-да, я уже выезжаю. Вот смотри, Сережа, это кто у тебя здесь? Это кто? Обезьянка. Обезьянка? А это… Лошадка. Скорая помощь, лошадка? Алло, скорая. Я беременна, мне очень плохо. Скажите, сонки, улица у вас есть? Кровотечение? Алло, женщина? Да, у меня есть кровотечение. Приезжайте, пожалуйста, скорее. Так, адрес диктуйте? Сейчас я… Диктуйте адрес. Улица… Сейчас, я на всякий случай дверь открою. Женщина, адрес, пожалуйста. Мне нужен ваш адрес. Вы смогли оказать аналог. Алло. Алло, алло, женщина, вы меня слышите? Женщина, адрес диктуйте. Алло. Алло. Женщина, алло. Алло. Олег, Вера. Ой, Господи, Верочка. Верочка. Ой, Верочка. Ой. Алло. Алло. Скорая. Обалдеть. Ну, ты даешь. И что, он прям взял и согласился? А я и не спрашивала. Надо же мне как-то мужика к ребенку приучать. Макс, между прочим, с первых дней с ним няньков, а этот на руки взять боится. Ну, ничего, я когда уходила, они уже там во все игрались. Вот так. Вот ты смелая, Жан. Будешь тут смелой. Я уже одурела от сиденья дома. У меня, типа, пеленки вот здесь вот сидят. Я погулять хочу, понимаешь? Слушай, раньше надо было думать. Вот если бы ты не прощелкала, аборт бы вовремя сделала, все было бы нормально. Так кто же знал-то, что я залетела? Я думала, что у меня задержка, как обычно. Слушай, ну, зато теперь у тебя голосов есть, да? Классный мужик, а, погулять отпускает, деньги дает. Ну, вот если б еще не жена… Жена не стенка, подвинем. В смысле? В прямом. Алло? Да. Давай, возвращайся скорее, у меня времени больше нет. Я поняла. Скучает? Ладно, беги давай. Сережке привет передавать. А то. Давай. Давай, пока. Показать. Вы, может, Коусов? Да. Что с ней? Она жива? Да, конечно. Но вот ребёнок, его спасти не удалось. Большая кровопотеря. Привезли бы раньше, был бы шанс что-то сделать. Вот так. Вера, прости меня. Вера, прости меня. Где же ты был? Я звонила тебе, а ты не отвечала, не отвечала. Если бы ты приехал, всё было бы по-другому. А теперь его нет. Нет. Ребёнка больше нет. Ижа никогда не будет. Никогда не будет. Это ты виновата. Это ты во всём виновата. Ижа никогда не будет. КОНЕЦ 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 Вер, ну поговори со мной. КОНЕЦ 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 Вечером заеду? Конечно. Слушаю. Олег, куда ты пропалась? Звонишь не приходишь. Что за дела вообще? У меня деньги кольят. Деньги я тебе переведу на карту. И не звони мне больше. Все, я сейчас занят, не могу говорить. Я не помешал? Да нет, заходи. Олег, я получил твои требования на анализатор и компьютерный томограф. Ну и что? Олег, ты же был на собрании. Ты не понял нашу ситуацию? У нас нет денег. У нас никогда нет денег. Тем не менее, детей надо лечить. Олег, вернись на землю. Стройка в Южанске съела последнее. Нам не нужно оборудовать детский центр. Твое интервью не помогло. Спонсоров нет. Кредитов по горло. Единственный выход – это приостановить всю деятельность до лучших времен. Если, конечно, такие времена настанут. Тоже сейчас несерьезно, да? Я серьезен, как никогда. Я не вижу другого выхода. Тихо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лера? КОНЕЦ КОНЕЦ Лера, Бородец. Георгий Вадимович, сегодня не могу, до завтра никак не терпит. Терпел и бы не терпел. Прости, не могу. Пусть же. Не поеду. Ты важнее. Не переживай за меня. Пусть же. Я в порядке. – Уверен? – Угу. Привет, Олег. Здрасте. Здравствуйте. Вера, как? Спасибо лучше. Что за спешка? Спонсор назначил встречу. Никитин? Ну да, Никитин. Так я не… Да нормально сойдет. И все-таки твое интервью выстрелило. Ну, будем надеяться. Жанна? О! Какие люди! Сколько лет, сколько зим. Привет, Анютик. Хорошо выглядишь. А ты какая-то замученная. По делам или как? А я мимо проходила. Думаю, дай зайду, посмотрю. Здрасте. Что-то у вас пустынно. Да, начальство все разъехалось. А. Так, а может оно и к лучшему? Пойдем, может кофейку жахнем, расскажешь мне новости последние. Пойдем. Пойдем. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, как там твой роман со Стасом? Сделал он предложение уже? Какое там? Я уже надеяться перестала. Мне кажется, он об этой вере больше, чем обо мне думает. Какой вере? Колосу. Вера — это же у нас жена Олега. И что? У нее когда выкидыш был, Стас как тигр по клятке метался. Как будто это его ребенок. В смысле выкидыш? Ну да. Олег весь серый ходил. Подожди, я понять не могу. А что мужики в этой вере находят? Она же просто серая мышь. Ни кожи, ни рожи, ни темперамента. Мыши есть. С другой стороны, ее пожалеть можно. Детей-то больше не будет. Это значит, у нас Олег без наследника, что ли, остается? Ладно. Как твои дела? А у меня все отлично. Я, ты знаешь, решила снова в фонд устроиться. Только никак не могу с Олегом поговорить. Я как не позвоню, его никогда нет на работе. Анютик, слушай. А может быть, ты мне позвонишь, когда он придет, я сразу прилечу? Да не беру, не вопрос. Спасибо тебе большое. Не за что. Олег? Олег Павлович? Да, Леш, привет. Это в работе. Олег Павлович, скажите честно, что происходит? В фонде большие проблемы с деньгами. А спонсор? Вы же ездили сегодня с Георгием Вадимовичем. Спонсор даст деньги. Встреча закончилась банальным «спасибо, мы вам позвоним», что в переводе на «человеческий» означает «как-нибудь в другой жизни». Ну, а как же? Да вот так же. Если ничего не изменится, фонд придется закрывать. Так, чтобы в ближайшее время тебе отправляться в свободное плавание. Ничего, не переживай. Ты здесь многому научился, много знаешь, много умеешь. Без работы не останешься. Я записываю. Что с тобой? Да в фонде опять неприятности. И на этот раз, по-моему, тупик. Понятно. Значит, пора устраивать день благодарения. Что? Ну, это мама придумала. Когда у нас все совсем было плохо, она накрывала стол, все собирались и благодарили друг друга. И ты знаешь, что самое интересное? После этого все налаживалось. Я уверена, что если верить во что-то хорошее, то все будет хорошо. Утешительница ты моя. Слушай, вообще-то… Да, праздник, когда все плохо. Праздник на зло всему. Ты гений. Нет. Верочка, ты гений. Да нет, перестань. Верочка, я тебя обожаю. Гений. Все правильно. Чтобы спасти фонд, нужно устроить большой праздник. Гарантиозный благотворительный вечер. Представляешь? Отлично, отлично. Мы так и поступим. Отлично. Мы так и сделаем. Замечательно. Да. Молодец. Так. А завтра, мой любимый гений, мы идем в ресторан. Отмечать годовщину нашей свадьбы. Да не надо в ресторан. Это ж не круглая дата. Обязательно надо. Еще как надо. За нас. Да, Вер. Встречаемся в ресторане полшестого. Да, давай. Анют, только ты можешь мне помочь. Конечно. Что я должна? Закажи вот на этом сайте букет «Эустом». А что заказать? Долго тебя ждать? Сейчас, минуту. Это цветы такие. Японские розы. А. Нужен букет. Пяти часам. К семнадцати ноль-ноль. Позже будет поздно. Любимые цветы Веры? Да. Спасибо. Жанночка, это я. Если хочешь застать Олега, приезжай до пяти. Потом оно скачет. Угу. Судя по всему, у него рандеву с любимой Верочкой. Спасибо, давай. Ага. Ну, что там? Мне срочно надо к Олегу. Давай, беги-беги. Вставай, давай. Ну, все. Поспал. Подъем. Ты зачем его будешь только на сну? Не жалко ребенка? Давай я с ним посижу, а? Нет уж. Мы вдвоем едем к папочке. Давай-давай-давай. Такой шанс нельзя упускать. О, вот так вот давай. Вот, молодец. В общем, ты его пока одевай, а я пойду собираться. Да, Сереж. Да играется твоя мама. Мы все время ездим к спонсорам просить деньги. Так все делают. Ты можешь предложить какую-то другую схему? Чудо, которое поднимет нас с колен? Чудо. Прекрасное слово. Сейчас только не смейтесь. Мы должны показать спонсорам, что их деньги помогают нам дарить людям чудо-надежды. То есть ты предлагаешь возить спонсоров по местам катастроф? Нет, никого никуда не надо возить. Нам нужно просто устроить праздник. Здесь, у себя. Повод есть. Юбилей фонда. Десять лет. Давайте расскажем спонсорам, что мы сделали за эти десять лет при помощи их денег. Такой праздник влетит в копеечку, а новый кредит нам могут не дать. Ты предлагаешь идти грабить банки? На деньги для твоего праздника фонд может протянуть еще несколько месяцев. Правильно. Ключевое слово – протянуть. А этот юбилей, между прочим, последний шанс сделать что-то масштабное. Да. Авантюра, конечно, чистой воды. Вот и я думаю. Есть другие предложения. Но именно поэтому, Стас, все может получиться. Ну, давай рискнем. Олег, я в тебя верю. Глядишь, и спонсоры проникнутся. Отлично. Ну вот. Пленительная женщина. Великолепно. Спасибо большое. Извините. Алло. Ага. Да, я заказывала такси. Абсолютно точно едем в ресторан Дежавю. А хотя подождите. У меня есть еще время. Заберем мужа из офиса, а потом в ресторан. Здрасте. 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 Олег, ну я так больше не могу. Я не понял. А что ты здесь делаешь? Ну, ты совсем пропал. Сережка его ночами не спит, тебя зовет. Ну, в самом деле. Жанна, мы договорились. Сына я не оставляю. Денег тебе даю. И вообще здесь не время и не место выяснять отношения. Тихо-тихо-тихо. Что ты кричишь? Ты мне ребенка пугаешь. Тихо-тихо, маленький, тихо-тихо. Ну, прости. Прости. Иди ко мне. Иди ко мне. Прости. Прости меня, пожалуйста. Прости. Ну, все хорошо. Ну, вот так-то лучше. Посмотри, как он скучал по тебе. Ты скучал по тебе? Да. А мы научились с ним папа говорить. Да? Сереженька, скажи «папа». Давай. Па-па. А ну? Папа, скажи, кому говорят. Олег, у себя? Тихо-тихо, не предупреждай. Это сюрприз. Папа. Папа. Вера. Здрасте. Вера, я… Вера. Прости. На, держи. Вера. Тихо-тихо. Вера. Вера. Поехали. Вера, подожди. Вера, пожалуйста, давай поговорим. Вот ты в прошлый раз так же собирала вещи, выдвинула ультиматум, уехала в аэропорт. Я расстроился, напился. Ну да, согласен, не самый здравый поступок. Короче, я проснулся, ничего не понял. Но я сразу сказал, продолжения не будет. Пойми ты, это случайность. Отчаянная и глупая случайность. Доставь эти вещи. Пусти. Пусти. Я люблю тебя. Только тебя. С этой женщиной меня не связывают никакие чувства. Ничего. Только Рябинск? Да. Но я клянусь тебе, я сам только недавно узнал о том, что он есть. Я хотел тебе рассказать, но боялся навредить, боялся потерять тебя. Прости меня, пожалуйста. Ну, дай мне шанс все исправить. Меня тошнит. Даже твоего голоса. Я видеть тебя не могу. Даже так? Ну, хорошо. Я не буду тебя больше мочить. Оставайся. Уйду я. Ага. Привет, Лара. Как же хорошо, что ты позвонила. Ты знаешь, я поверить не могла в то, что Олег. А что Олег? Такой же козел, как и все мужики. Слушай, нам уже неприлично с тобой носить розовые очки. Нужно использовать мужиков по их прямому назначению. Я правильно говорю, молодой человек? Правильно. Я бы так не смогла. Да не будь дурой. Вон мой. Свалил на боли. Между прочим, не один. Ты думаешь, он мне позвонил, поздравил с днем рождения? Ой, слушай, прости, пожалуйста, я совсем забыла. Да забей. Ты что думаешь, я буду страдать, что ли? Сейчас. Пойдем пообщаться. Пойдем. Ты что, с ума зашла? А что? Я собираюсь как следует поразвлечься. Ты со мной? Не… Скучаете, девушки? Немного. Но вы нас обязательно развлечете. Скучаешь, красавец! Ну что, давай выпьем за идиота. Ну что ты раскис? Вера позлится-позлится и помиритесь, все будет как прежде. Не будет как прежде. Она ведь простит. Да. Ты знаешь, а ведь я даже когда-то об этом мечтал. О чем? Да чтоб ты дерьма хлебнул, которую я жрал всю жизнь, большой ложкой. Я что-то не понял сейчас. Да куда тебе? Это ж не ты матери в школе после уроков полы мыть помогал. Не тебя дразнили уборщицей, а в институте я вагоны разгружал и ночевал на вокзале, если метро закрыто было. А ты в это время с отцом по всему свету разъезжал и мне подарочные сувенирчики привозил. Так, а что я об этом первый раз слышу? Что ты раньше мне об этом не говорил? Ты не спрашивал, а я бы не сказал. Зря. Во-первых, никто бы не стал смеяться, во-вторых, мы могли бы помочь. Да ты помог. Ты помог. Ты же меня в фонд устроил. Верочка, вам шампанское повторить? Нет, спасибо, мне пора домой. Какие проблемы? Я провожу. Ваша подруга такая скромная. Мы продолжим. Ну, ты чего такая суровая, а? Ну, сейчас поедем ко мне, выпьем, поговорим, да? Ну, давай, расслабься. Здесь нам никто не помешает. Руку убери. Ну, ты чего? Ну, чего? Водителя стесняешься? Ну, не обращай внимания. Какая у тебя красивая вещица, а? Я сказала, руку убери. Ты что, глухой? Хорошего дела, вот ты, детка. Ты чего? Ты что, не поняла, что ли? Детка, давай, ты же хочешь. Я говорю, руки убери. Остановите машину. Пошла ты! Урод! Дура! Давай, передохнём. Тебе что заказать? Минуточку. Хорошо. Два коктейля. Хорошо, сделаю. Алло. Алло, Лар. Слушай, ты можешь меня забрать? А ты где? Да я на улице стою около Москва-Сити. Этот урод ко мне в машине приставать стал. Я выскочила от машины, у меня, по-моему, качелёк вывалился. Я стою здесь и не знаю, что мне делать. Знаешь что, Вер? Решай свою проблему сама. Я из-за твоих капризов не собираюсь портить тебе вечер. Так что, всё наладилось. И у тебя с Верой всё наладится, вот увидишь. Извини. Да. Да, могу. Конечно. Слушай, прости, друг позвонил. Там проблемы, нужно подъехать, помочь. Я быстро съезжу, а ты располагайся на диване. Так может я тоже помогу? Не-не-не, я один, ты располагайся. Спасибо тебе. Пожалуйста. Спасибо, что не задавал вопросов. Ты просто знаешь, что я всегда рядом. Я знаю. Пока. Чёрт ключи. Верой. ПРИКИ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казалось бы, всё так просто Ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звёзды Взлетая наперебой Тогда ещё были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твоё лицо Верните меня в начало Верните в конце концов И тогда он собрал вещи И ушёл И ты не остановила А разве такое прощают? И не такое прощают Сколько я Борюсика прощала? Бывало, завалится, пожрёт Заначку стянет и... Какой всё это терпели Так другого-то Бог не дал И пил, и бил, и гулял Терпела Ради дочки думала Что без отца не осталось Я бы так не смогла Так ты себя со мной не равняй Я по привычке жила А у вас с Олежкой любовь А любовь, она не всем дается Какая любовь, тётя Валь? Когда любят, с другими не спят Ну так, человек, Вера, не ангел Ошибается А Олег тебя любит Ну а гордостью иногда и поступиться можно Олег Павлович Олег Павлович Ну? А вот списки спонсоров Давай Всех, кто был приглашен И кто подтвердился, я отметила крестиком Кто не подтвердился... Ноликом Угу А, и это все? С Никитиным что? А, не определился Составь мне отдельный список всех неопределившихся Я сегодня их всех объеду и приглашу лично Вы уверены? Может, не стоит? Жвачка есть? Есть Но, думаю, не поможет Ладно Все, Ванюта, свободна Нужна будешь вызова Угу Что случилось? Олег, Сережа заболел У него сыпь красная по всему телу Не плачет, не переставая Тихо, тихо Я не знаю, как здесь вызвать врача Приезжай, пожалуйста Ничего страшного Сыпь в вашем случае Это обычная крапильница Давайте начнем с неседативных антигистаминных препаратов Посмотрим, как отреагивает организм А в целом, если не хотите развития хронической аллергии, смените атмосферу в доме Я провожу Спасибо вам большое Ты ж мой зайчик Ты мой хороший Помничка Ну что Будем лечиться? Будем Сережка Ты заболел Заболел Он скучал по тебе Угу Ты скучал? Да Да? И я скучал Не звони, я буду стараться больше времени уделять сыну Да Да и вообще Буду заходить чаще Ну что, готова, хозяйка? Принимай работу Здравствуй, Вера Спасибо Спасибо Пожалуйста Я только за костюмом Проходи Ну, ты как Ну, ты как? Нормально Я надеюсь, что твой благотворительный вечер пройдет хорошо Надеешься А ты не придешь? Не знаю Не знаю Понятно Ладно, я быстро О Антон Ильич Добрый день Здравствуйте 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 Евгений Викторович Здравствуйте 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 Проходите, я уверен, вам не будет беспокоиться Спасибо большое Да Три коллеги приехали пожрать на халяву, скорее удавят, зачем кошельки свои откроют Олег, это все что? Я надеялся на больший интерес Я всех объехал, не волнуйтесь, Георгиевич, подтянутся, еще не вечер Вера приедет? Вот это вряд ли Ладно, пойду посмотрю, все ли готово Давай Никитин Опа, Олег все-таки его заманил Если мы заполучим Никитину, это будет спасение Сергей Владимирович Рад видеть Здравствуйте Георгий Вадимович Станислав Михайлович Бойко Наш финансовый гений Просто Стас Очень приятно Еще раз добрый вечер, дорогие гости Сегодня у нашего фонда люди юбилей Мы много успели сделать за эти десять лет Были у нас победы Но также были и потери Самым трагичным для меня стал 2009 год Помните это Наводнение в Южанске Когда при оказании помощи пострадавшим Погибли сотрудники фонда И в том числе его основатель И мой друг Паша Колосов Но жизнь не стоит на месте Мы продолжаем трудиться О наших новых планах расскажет Сын основателя фонда Мы очень рады Павла Колосова Олег Колосов Спасибо 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 большое, уважаемый Георгий Вадимович Дорогие друзья Уважаемые гости Дамы и господа Во-первых, спасибо, что пришли Пришли разделить с нами очень важные и радостные события Юбилей фонда Вот уже 10 лет, как мы помогаем людям Попавшим в беду Справиться с горем Задача не из легких Особенно если это касается Переживших трагедию детей Посмотрите в эти глаза В них Боль Страх Безысходность Наша задача вернуть им радость жизни Счастье, улыбки И это наша главная цель, дорогие друзья И И Я верю в то, что Ваши сердца не останутся равнодушными Чтобы лечить детей Мы уже сделали первые, но очень важные шаги Мы разработали специальные методики и программы Новый детский реабилитационный центр В Южанске уже почти готов к открытии Кирурги, на Урале Пожары сильные Полный обрал Попросили помощи, нужен специалист, профи Ну, пусть Алексей слетает Как думаешь? Он не справится Наверное, лучше Олег отправить А что говорить о детях Они самые беспомощные и уязвимые среди нас И очень важно, чтобы показался рядом Минутку Что такое? Извините Он сможет протянуть им руку помощи в трудную минуту Пожалуйста Помогите И мы, наши маленькие подопечные, будем вам очень, очень признательны Благодарю за внимание Спасибо 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 Рад, что пришли Олег, ну я впечатлен, вы молодцы Спасибо Да, знаете что Я думаю, я вложу все Будем рады сотрудничеству Спасибо, увидимся Ты прекрасна Хорошо, что ты пришла Олег, привет, Верочка, извини На Урале форс-мажор Пожары набирают силу, у людей паника Местные просят опытного психолога В общем, я все решил, договорился, летишь сегодня вечером Пойдем обсудим детали Полгода ты Давай, я жду Прости, Вера Конечно Спасибо Вот уже вторую неделю сообщения о борьбе с лесными пожарами напоминают фронтовые сводки По предварительным данным, жертвами стихии стали не менее пятнадцати человек Сорок шесть человек числятся пропавшими без вести Более трехсот двадцати лишились крова Силами властей делается все возможное по борьбе с пожарами Появляются новые очаги возгорания Переброшена спецтехника Стянута авиация Больше двадцати самолетов и вертолетов Верочка, ты занята? Проходите, проходите, пожалуйста С огнем борются сотни пожарных Принарядилась, вот Хорошо выглядите Да ты меня еще в молодости не видела Ой, я что, собственно, я тут к дочке собралась Сеточки мои не польешь Вот запасные ключи Да, я ее полью Езжайте спокойно Площадь лесных пожаров за последние сутки была уменьшена еще на десять процентов Олежек не звонил Как он там? Третий день на связи Сохраняется в шести субъектах Уральского автономного округа Распишитесь там, где галочки Ой, Анюта, привет! В ней Олег, нужно срочно Я сойду к нему Так Олег на Урале пропал Уже три дня на связь не выходит В смысле пропал? Куда? Не будем отвлекать секретаря от работы Пройдемте со мной Чуть сюда приперлась Это правда, что Олег пропал? Да Капец Он мне деньги должен сегодня перечислить Ты очаровательна в своем эгоизме Да? Я б на тебя посмотрела Если с ним что-нибудь случится Кто мне алименты-то перечислять будет? Женушка его, что ли? Ты Веру не трогай, даже думать забудь А чего это ты так впрягаешься за нее? Втерился, что ли? Это тебя не касается Опа Ну, тогда я вообще тебя не понимаю Мы могли бы разделить эту сладкую парочку И каждый взял бы свой кусочек пирожка А ты настойчивая А тебе кто мешает быть настойчивым? Что? Что ты с Олегом? Тише, тише, не волнуйся Все хорошо То есть все по-прежнему, новостей пока нет Проходи Просто заехал узнать, как ты Я понимаю, как тебе сейчас тяжело Я, когда тебя увидела, так испугалась Не столько раз снилось это в кошмарах Вот что мне сейчас Радоваться от того, что я тебе снюсь Или плакать от того, что в кошмарах Вот видишь, уже улыбнулась Я очень люблю твою улыбку Перед тем, как Олег уехал, мы даже не поговорили Если с ним что-нибудь случится, я себе этого не прощу Зачем ты себя накручиваешь? Кому от этого будет легче? Не знаю Помнишь, когда мы с тобой познакомились, я тебе рассказывал? Эх Это Олег Алло, Олег Алло, Вера Ты жив? Да, да, я жив, жив Привет, любимая моя Да, тут ветер сменился, пожар, сотовая вышка сгорела Да ну, уже все в порядке Любимая моя Ой, слава Богу Я так за тебя переживала Все в порядке, все в порядке, все хорошо Главное, что я твой голос услышал Олег, я тебя очень люблю, слышишь? Я очень жду тебя, приезжай скорее домой И я тебя люблю, я скоро приеду Да, да, конечно, возвращайся, пока Все, до встречи, целую тебя, пока Пока Вера Привет Поехай скорее домой, я тебя накормлю, отдохнешь, поехали? Поехали Ну, можно не торопиться, после такой командировки положены выходные Так что сегодня и завтра я только с тобой Поехали Поехали Олег, как я тебя ждала, как переживала Ну, дождалась ведь Да У героев нет выходных? Как это нет? Сегодня выходной Это Алексей, я ему позже наберу Ну, ответь Ну, вдруг что-то важное, ответь Да ну Ну, давай ответь, ну правда ответь Ответь, ответь, ответь Да, Леша, слушаю тебя Олег Павлович, добрый день Тут у Георгия Вадимовича встреча со спонсором Вам бы подъехать Угу, ну я понял Давай Ответил на свою голову У него какие-то вопросы по материалам для спонсора Да не объясняй ты Поезжай Сделай дела, потом возвращайся, я тебя ждать буду Хочешь приготовить что-нибудь вкусное, хочешь? Угу Удиви меня, чем-нибудь вкусненьким Ну, пошел Давай Привет, Анюта Ой, здрасьте Олег Павлович, как вы? Отлично Мы так волновались, когда связь пропала Все хорошо, что хорошо кончается Георгий Вадимович у себя? Да Хорошо Олег Павлович, простите, но туда нельзя, там сейчас важная встреча Важная, тогда мне тем более туда надо Но они просили не беспокоить Спасибо Привет Здрасьте Здорово О, у нас гости Что там? Привет, Олег Приветствую Хорошо, что ты приехал Не хотел тебя дергать в твой законный выходной Вот знакомьтесь, Андрей Львович Дерюгин Встречались Здрасьте Здравствуйте Ну, в общем, мы все обсудили И, надеюсь, пришли к взаимопониманию Всего хорошего, Георгий Вадимович Всего доброго Станислав Михайлович Всего доброго Ну, да Ну, да Глеб, проводи Угу Что он здесь делает? А это твой благотворительный вечер оукается Как только узнали, что Никитин с нами Многие желающие подтянулись Вот Дерюгин Решил крупно вложиться Не думаю, что это хорошая идея Почему? Дела у нас, конечно, налаживаются Но деньги-то лишними не бывают Мы два года жили без поступлений У компании Дерюгина, извиняюсь, дерьмовая репутация Я слышал, это грязные деньги Да какая разница, откуда у него деньги? Главное, мы же можем помочь людям То есть, ты хочешь, чтоб наш фонд отмывал деньги? Мы не банк, мы не отмываем Если дерюгинские деньги помогут оборудовать детский центр Я закрою глаза на все остальное По-моему, в детский центр собирался вложиться Никитин Или я что-то путаю? Он передумал? Олег, послушай Первого транша Никитина едва хватит, чтоб погасить кредиты Одними только никитинскими деньгами фонд не спасти А вот отец не стал бы работать с грязными деньгами Да, Георгий Вадимович? Я прав? Нет? Да, это точно Ты такой же упертый, как твой отец Дерюгин для фонда сейчас спасательный круг Коллеги, мы только отмылись от той газетной грязи И Дерюгин здесь со своими мутными деньгами сейчас нас опять утопит О чем вы говорите? Простите, что отвлекаю, Олег Павлович Вас там Алексей ищет, срочно Спасибо Давай иди, решай свои проблемы Ну, на всякий случай, я против Ну что, звоню Дерюгину, отказываюсь? Да подожди и не светись Да подожди и не светись Надо помозговать Вот, и тут мои аргументы их наконец убедили Так что поищем другого спонсора, все Вера, ты где? М? Ты в порядке? А? Что с тобой? Да, все хорошо Правда? Правда, правда, ты молодец Вера Мы договорились ничего не скрывать Ну, хорошо Хорошо У меня к тебе есть одна просьба Я не знаю, как ты к ней отнесешься Я хочу, чтобы ты познакомил меня со своим сыном Хорошо Сереженька, посмотри, кто к нам пришел К нам папа пришел Помаши ручкой Привет Что ж ты не сказал, что ты придешь? Я даже ничего приготовить не успела Давай я сейчас чай пойду Спасибо, не надо Кофе? Нет, нет, спасибо Я хочу погулять с Сережкой А, так сейчас мы соберемся быстренько Не надо, мы сами погуляем, без тебя Можно? Почему? Я хочу познакомить его с Верой Смотри, видишь, тетя на лавочке сидит Красиво Смотри Познакомься, это тетя Вера Это Сережка Привет А у меня для тебя кое-что есть? Оп Держи Ну, держи, это тебе Сереженька Сереженька Ну, ты чего? Ну, не нравится? Сережке Сережа хочет к маме Он привыкнет, Вера Он привыкнет, Вера Не расстраивайся, пожалуйста Сережа Сережа Ну Вера Вера Сережа Еле уснул Еле уснул Ребенка Понятно? Сережка еще и мой ребенок Разве нет? Сережа, это единственное, что у меня есть И я не позволю каким-то чужим женщинам его забирать Понятно? Жанна, я просто хотел познакомить его со своей женой Вот и все, успокойся Ты больной? Какое отношение твоя жена имеет к моему ребенку? Я тебя услышал, все, решу как быть Спасибо за чай Вера 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 Прости меня Я не смогла Это ты меня прости Я все исправлю Я люблю тебя Алина Алина Да И Коко Да Привет, Сережка Привет Это тебе О, что это премия? Ну, считай, что так Ты в порядке? Это почему такая щедрасть? Меня не будет какое-то время, мы с Верой решили уехать в Южанск А как же мы? Я всегда на связи, позвонишь, если что Деньги буду высылать регулярно Все, Сережка, пока 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 Прошу назначить меня Колосова Олега Павловича на должность директора реабилитационного центра в Южанске Что тебе сейчас делать в Южанске? Сейчас более-менее готово только одно отделение Прекрасно, вот я его и открою Олег Это не твой уровень Ну, что значит не мой уровень? Это наш центр, он носит имя отца Ну, как это не мой уровень? Ты нужен мне здесь Георгий Вадимович, дорогой, ну отпустите, пожалуйста Нам с Верой нужна эта перемена, это поможет нам начать все сначала Пожалуйста Ну и все эти ваши семейные проблемы Ну, бывает Потом я на открытии этого первого отделения такую рекламную кампанию разверну Что мы весь центр целиком откроем, местных меценатов подтяну Ну Ладно, езжай Но только финансами будет заниматься другой человек Замечательно, ради Бога Тем более, что возня с бумажками не мой конек И помощник мне не помешает Ладно, давай-давай, все, езжай Спасибо Магнит на холодильник подарю Спасибо Окей Ну, ничего, нам же с тобой на новом месте не привыкать, правда, Вер? Зато мы столько с тобой дел там наворочаем Как же Сережка похож на тебя, маленького Да Ты будешь по нему скучать Ты уверен, что мы должны ехать? Конечно, что за вопросы А Сережка, ну, ничего, буду приезжать, буду помогать Все будет хорошо Я слышал директором в Южанске Улусов, ей это правда? Да И как же вы ему собираетесь объяснить мое участие в проекте? Это уже наша проблема Но деньги мои Я бы не хотел разочаровываться в своих вложениях Не беспокойтесь В финансовые вопросы Олег не вмешивается, это не его профиль Финансовые проблемы в Южанске решает Другой человек Надеюсь, наша особая договоренность в силе? Разумеется Пока у нас серьезных пожаров, землетрясения не предвидится Мы будем использовать детский центр Там нужны серьезные вливания Корпус недостроен Медикаменты нового поколения Ну что ж Привет! Что случилось? Что за спешка-то? Аллочка, наконец-то! Слушай, посиди с малым немножко, мне коллегу надо сгонять Ты представляешь? Он решил со своей женой в другой город поехать, нормально? Да ты что? И что ты будешь делать? Ну как что? Пасовать точно не буду Смотри, что я придумала А? Новый телефон? Нет, это типа второй телефон Олега Я специально купила Хочу его жёночке показать все смски, которые он мне настрочил Смотри, прямо сейчас Олег мне пишет смс Любимая, встретимся вечером Отправить Мне пришла смс от Олега Смотри, надо ответить Конечно, любимый Вуаля Надь, тебе не кажется, что это уже перебор? Ну, знаешь, никто не заставлял его со мной спать Не заставлял А тут дело такое Любишь медок, люби и холодок Все, я побежала Ладно, давай Сынуля, пока Азуман, пока Ну что? Да, дорогой Вер, я позадержусь сегодня немного Надо кое-какие дела решить Буду в восемь вечера Хорошо, договорились, пока Здравствуйте, я Жанна, помните меня? Я вас помню Олега нет дома А я не к Олегу, я к вам Можно пройти? Пожалуйста Спасибо А в комнату не пригласите? Нет Чего хотите? Вера Я пришла с вами поговорить, как женщина с женщиной Да Понимаете, Олег ради вас Готов оставить самое дорогое, что у него есть Его кровиночку, его сына Сереженьку Я вас очень прошу Вера, не играйте на его порядочности, отпустите его Что значит отпустите? Олег взрослый человек, он сам принимает решение Ой, правильно в народе говорят, жена все узнает последней Но вы же умная женщина, Вера Вы же должны понимать, что Олег живет на две семьи Вы его боевая подруга, не спорю Ну, а мы с Сережей дом, тыл, семья Какой тыл? Вы о чем? Вера, я понимаю, что после вашего выкидыша Олегу очень тяжело вас оставить, но он собирался Просто сейчас он, как порядочный человек, не может сделать этого Да, он мне все рассказал, у нас нет тайн друг от друга И мне вас искренне жалко Но вы поймите, он просто очень добрый А у вас с ним привычка Это просто привычка, Вера Пошла вон Пошла вон Зря вы так, Вера Вы не сможете все время делать вид, что нас нет Пошла вон Пошла вон Пошла вон Пошла вон Пошла вон Пошла вон Или пока Эти decentralized П téléphone А на местах Пошла вон ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Прости, долгать больше не могу. Жаль, что я долго не увижу тебя и Серёжку. Не могу сейчас оставить Веру одну. Ты знаешь, выкидыш — это моя вина. Люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вер, привет, я дома. Прости, что опоздал. Я… Надо было закончить с делами. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Абонент недоступен. Верка, ты что ли? Верка, какими судьбами? Привет. Решил вас наконец-то навестить. Ну, правильно. Кого еще принесло в такую рань? У меня еще два часа до уроков. Ируся, смотри, дочка в гости приехала. Доброе утро. Извините, что разбудила вас. Здрасте. Ты одна, что ли? Без мужа? Я одна. Ну, ладно, пойдем. Потом расскажешь. Это вам. А куда мне в него? В школу вроде как не наденешь его. Подожди, дай-ка я посмотрю. Ну, тепло в нем будет не очень, да. Ну? Ну? Ух ты! Класс! А ну-ка встань, руки подними. Слушай, по-моему, он морщит как-то под руками, нет? А ну, повернись. Надо было на размер больше брать. Не-не, не нужно. Это фасон такой, он не должен висеть. Тебе нравится, папуля? Ну да, симпатичный очень. И мне нравится. А ну-ка, если вот так. Крутой у тебя фон. А с чего он отключен? Это тебе. Спасибо. Самая модная молодежь сейчас. Будешь в тренде. Класс. По-моему, бледнит. Класс. Ну, что ты, Ирусик. Тебе очень идет. Да? Ну, тогда спасибо. Нравится? О, муж твой, наверное, беспокоится, как ты доехала. Пап, не говори Олегу, что я здесь. Привет, Олег. Николай Петрович, здрасте. К вам Вера не приезжала, не звонила. Нет, так что случилось? Да, ничего страшного. Просто я думал, она к вам поехала. Нет. Нет. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Я не понял. Ты что, от мужа прячешься? Я не прячусь. Я ушла от Олега. То есть? То есть, как это ты ушла? Мама, а жить где ты теперь собираешься? Во дает. Муж при бабках. Квартира в Москве. Что еще надо? У тебя теперь работы нет. Квартиры нет. Ты что думаешь, мы тебя, что ли, содержать будем? Подожди, Ира. Так, ну, пойдем поговорим. Да не трогай ты чужой телефон. Веруша. Бросить все и уйти — это не решение проблемы. А так молчком. Но это вообще ни в какие ворота. У меня были на то веские причины. Ну, не хочешь рассказывать твое дело? Ну, не хочешь рассказывать твое дело? Я в душу лезть не буду. Но ты ведь не девочка. Жизнь заново начинать. Позвони мужу, поговори с ним. Я уверен, все наладится. Ничего не наладится. Он меня предал. Я никогда его не прощу. Он для меня все равно, что умер. Предал. Простить она, видеть или не может. Да ты оглянись, посмотри на реальную жизнь. Одна сейчас не проживешь. Да нет, ну, что ты. Я тебя выгонять не собираюсь. Ну, хочешь оставайся? Ну, я прошу, подумай прежде хорошенько. Папуль, ты поверь, я обузой вам не буду. Мне просто, просто нужно немного отдохнуть, понимаешь? Конечно, понимаю. Отдыхай. 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 Я не могу ее найти. Она все для меня. Понимаешь? Ладно. Следователя пока нет. Вот здесь напиши разборчиво. Фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения и телефончик свой. Угу. Я пробью по базам, посмотрю, может она билет купила на поезд или на самолет. Хорошо. Спасибо. О, вот, смотри. Вот. Сейчас. Ай, сейчас покажу, смотри. Это мой телефон. И что? Тебя не учили, что чужое убрать нехорошо? Вот только не надо нотаций. И, кстати, там симка моя. Отдай. А моя где сим-карта? А фиг ее знает. Пожалуйста, верни мою сим-карту. Слушай, что ты на меня гонишь? Сходи вон в салон, тебе эту симку за пять минут восстановят. Деловка. Вы чего разорались, а? Отец спит. Что вы орете, как резаная? Мало того, что ваша дочь тащила мой телефон, она еще потеряла мою сим-карту. А не надо в чужом доме разбрасывать свои вещи, ясно? Нет, вы меня послушайте, я же… Нет, это ты меня послушай, дорогая. Ты не у себя дома. Не надо здесь устанавливать свои правила. Ира. Не нравится что-то? Пожалуйста, катись. Ира. Мы тебя не держим. Что Ира? Папа, 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 все, 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 не надо. Я и вправду уже загостилась. Пора мне. С катертью дорога. Да. Георгий Вадимович, это я. Ну, звоню, собственно… В общем, у меня форс-мажор. Вылет надо перенести. Мне необходимо остаться в Москве. Ты что, сдурил, что ли? Слушай, завтра ты должен быть в Южанске. Все оповещены. Пресса, телевидение, люди придут. Завтра открытие первого отделения центра. Ну, пусть меня кто-нибудь заменит. Я же не… Нет, нет, Олег. Ты… Ты лицо фонда. Ты директор центра. Заменить себя неким. Ты должен приехать и провести мероприятие. А потом будешь решать свои проблемы. Все, жду отчета. Внимание, пассажиры последующих рейтинг сто тринадцать до Южанска. Просьба пройти на посадку. Повторяю. Пассажиры следующих рейтинг сто тринадцать до Южанска. Просьба пройти на посадку. Скажите, пожалуйста, до Новороссийска доеду? Туда и едем, садись. Спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста. Слушаю. Товарищ Колосов? Да. Это из полиции. Да-да, слушаю. Мужчина, вы будете проходить? Ваша жена двадцать четвертого, выехала в Новороссийск. Вот, пожалуйста. Спасибо. Мужчина, вы куда? Посадочный талон возьмите. Коль. Сюда иди. Чего там? Олег. Здрасьте, Николай Петрович. Здрасьте. Здрасьте. Мне бы Веру повидать. Так это, ее нет. Николай Петрович, я же знаю, что она у вас. Нет, а она была, но уехала. Честно, уехала. Давай, поднимайся. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ОFilRP ... ... Девушки отдыхают Как просто ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой Тогда еще были силы остаться на берегу Я этого не просила, я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Олег, все бабы одинаковые Я ей говорю Ну нельзя ж так, он же муж твой Ну она подумала Ладно, говорит, домой поеду Сейчас, небось, уже дома Размянулись На звонки-то она не отвечает Телефон все время отключен Так это, Кристинка ж симку ее посеяла Здорово Ладно Поеду я тогда Спасибо, Николай Петрович Счастливо Счастливо Внимание Автобус до Москвы Еще пять минут поспешите Автобус до Москвы Еще пять минут И мы отправляемся Автобус до Москвы Еще пять минут, и мы отправляемся. Девушка, вам в Москву? Нет. Автобус до Москвы. Всего пять минут, и мы отправляемся. Внимание! Автобус до Москвы. Еще пять минут, поспешите. Автобус до Москвы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А ну, куда? Куда собрали? Стой! Стоять! Стоять! Да уйди ты! Стой! Будешь знать, как сумки воровать! Какие сумки? Где моя сумка? Друг, куда твой побежал? Какой друг? Друг, какой друг? Какой друг? Погибай, найдите, пожалуйста. Сейчас разберемся. Пойдемте в отделение. Где моя сумка? Отделение где у вас? Я задумалась, они выхватили сумку. Я побежала за ними, но мужчина их остановил. Ну, и тот, который сзади на мопеде сидел, он спрыгнул. И через дорогу. А вот этот человек его… Да я вообще не при делах, товарищ следователь. Парень попросил подбросить, говорит, на свиданку опаздываю. Да я его в глазах первый раз видел. А чего тогда побежал? Да никуда я не бежал. Только это он, как заряд, ну, я и сразу понял, что меня соучастником назначен. Слушай, ты это своей бабушке будешь рассказывать, ладно? Иди, посиди в коридоре. А? Паспорт? Я тебя вызову. Вера Николаевна, писайте, пожалуйста. Вы второго вора описать сможете? Вы знаете, так все быстро случилось. Я испугалась и… Вот он. Я его хорошо запомнил. Да и лицо, мне кажется, его знакомым. А вы хорошо рисуете. Спасибо. Я архитектор. Закончил художественное училище. Как ты себя по-другому у архитекторов представляла? Вы узнаете? Да, это он. Это он? Угу. Очень хорошо. Значит, будем искать. Да, и будут новости, я вам позвоню. Какой у вас номер? Так телефон в сумке был. А, да, действительно. Ну, давайте я к вам завтра зайду. Хорошо, заходите. Вы можете идти. Угу. Спасибо. До свидания. Угу. Уга. Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он, главное, мои звонки сбрасывает и не перезванивает. Наверное, какая-то корова всем рассказала. Жан, а ты думала, она молчать будет? Я ничего не думала. Что мне делать-то теперь? На работе его нет, дом свет не горит. Мне хотя бы узнать, все ли с ним в порядке. Знает он, не знает. Ну, что ты молчишь? Придумай что-нибудь. Слушай, меня клиентка ждет. Ну, ты хороша, подруга. У меня, между прочим, жизнь личная рушится. Могла бы как-то и поспособствовать. Слушай, я тебе сразу говорила, что мне эта затея с телефоном не нравится. Так не делают, не по-людски это. Ты понимаешь? Вот тебе все бумерангом и вернулось. Пойдем, Сереженька. Вот. Пойдем. Пойдем, пойдем. Нити твоей нотации вот здесь вот уже. Хозяева! Хозяева, есть кто дома? Здрасте. Здрасте. Вы комнату сдаете? А вам квартира нужна? Да. Заходите. Миша! Что? Квартиранка пришла. Здравствуйте. Мне комната нужна, но денег только на неделю. Ничего? Нет. На неделю мало. Положено за месяц платить. Комната хорошая, отдельная, со всеми удобствами, туалет на улице. Так что за месяц. Извините. Миш, ну что ты? Ну, видно же, женщина порядочная. Деньги потом отдаст. Правда, Вить? Да, конечно, я отдам. Да я что, я, я ничего, неделя так и неделя. Ну? Проходите. Спасибо. Рома. И чтоб у тебя мешать, а? Всегда води листите-мите, чтобы мы могли вот так вот посидеть, отдохнуть. Да. М? Давай. Пш. Вот за что я тебя уважаю, говорить ты умеешь. Давай, давай. Давай. Колись, Мишаня, откуда тетемитель? Квартиранку пустили. Ну, что дело? А что за стол не позвали, а? Да что ей с нами? А она ж с Москвы. Не по-люшки как-то. Хозяев должна уважать. Пошли, позовем. Пошли. Не понял. Позови. Барышня. Выйди на минуту. Выходи. А это я. Ну, на минутку выйдите. Барышня. Барышня. Идиот. Что случилось? А, мы тут это, пшшш, отмечаем, ну, и, так сказать, по-соседски тебя к нам. А, не-не-не-не. Познакомимся поближе. Нет, спасибо большое, я очень устала. Извините, пожалуйста. Пшш, не понял. Куда она пошла? Устала. Что значит, устала? Ха, ты понял, она меня не уважает. Э, слышишь? Ромен. Ты что, нас не уважаешь? Давай, выходи по-хорошему. Пойдем, выпьем. Сейчас я дверь сломаю. Ну, ты что творишь? Это моя дверь. Это ты, мамселька. Я до тебя отдыхаю. Русь, ты кара. Заучить надо, мамсельку, как хорошая. Ты меня не уважаешь. Ты моя московская. Давай, выходи. Замок мне починишь. Сейчас мы до тебя доберемся. Нету. Смылась. Куда смылась? Разбежала. Зараза. Уважаемые пассажиры, администрация вокзала усилительно просит вас не оставлять детей без присмотра. Не разрешать им одним подниматься по эскалатору и маршевым лестницам. Помните, это приводит к несчастным случаям. Оберегайте. Женщина. 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 Гражданочка. Ваш билет, пожалуйста. У меня нет билета. В зале ожидания можно находиться только при наличии билета на поезд, уходящего в течение двадцати четырех часов. Покиньте помещение. Хорошо. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу. Спасибо. Убежать, улететь, впечатать в ладони твое лицо. Верните меня в начало, верните в конце концов. Смогла бы я жить на свете, смеяться и ждать гостей. Я бы могла не встретить лучшего из людей. Любовь занесет снегами, засушит июльский зной. Журавликом, оригами останешься ты со мной. Убежать, улететь, впечатать в ладони твое лицо. Верните меня в начало, верните в конце концов. Олег, ты где был? В Южанске тебя потеряли. На звонки ты не отвечаешь, Георгий вообще рвет и мечет. Вера пропала. Как пропала? Куда пропала? Ты в полицию заявление писал? Нет, следователя не было. Нет, ну ты как ребенок, честное слово. В огонь он первый лезет, в воде не тонет. Как в жизни, так дурак дураком. Поехали, поехали найдем следователя. Так а… На моей поехали. И что, по этим анкетам действительно кого-то можно найти? Существует порядок. Установленная форма анкеты. Ну, вроде все. Фотографии у вас есть? Угу. Ожидайте. Мы вам позвоним. Спасибо. Сейчас Георгию позвоним, скажем, что едем. Черт! Телефон у следователя оставил. Я быстро, ты подожди машине. Угу. Да. Вы что-то забыли? Я к вам вот по какому вопросу. Я буду вам очень признателен, если результаты поисков Колосовой Веры Николаевны, я буду знать раньше всех. Вы имеете в виду раньше мужа? Гораздо раньше. Такое возможно? Ничего невозможного не бывает. Ну, пошли уже. Давай, держи, старик. Веру обязательно найдут. А Георгиевич его покричит, да успокойся, что он не человек, что ли? Да. Здрасьте, Георгий Вадимович. Спасибо. Удружил. Соизволил. Соизволил, так сказать. Олег, ты… Ты что творишь? Ты вообще в курсе, что вчера в Южанске открылся детский центр? В курсе. И что тебя там ждали. Угу. С прессой, с телевидением и официальными лицами. А ты? А ты всех умол взял и не явился. Георгий Вадимович, это форс-мажор. Я все организовал, все прошло удачно, но… Вера пропала, я не мог. Олег, давай сейчас вот без этих розовых соплей. Занимайся своей женой дома, в нерабочее время. Ясно? Ясно. Я все исправлю. Справит он. Сам ведь затеял эту историю с торжественным открытием. И сам забил на нее. А на репутацию фонда, который, я надеюсь, тебе все-таки не безразличен. Тебе плевать. Да не плевать мне. Плевать. Значит так. Или ты работаешь, или возишься со своей женой. Но тогда тебя здесь нет. Решай сейчас и здесь. Решай. Я увольняюсь. Как закрыть? Да не могу я это дело закрыть! Прохорова, ты тут мне принципиальную не строй! У тебя кто подозреваемым по делу проходит, а? Как же? А отец, у него кто? Знаешь, в общем, вперед и без разговоров! Поняла? Поняла. Вот так. Войдите! Здрасте, извините, вы свободны? Проходите, проходите. Проходите, мы уже закончили. Я хотела узнать, есть ли новости? Могли вы позвонить? Чего ходить туда-сюда? Нет новостей! Извините. Подождите. Я тут сегодня получила ориентировку. Муж вас разыскивает. По закону я не обязана сообщать ваше местонахождение, если вы не хотите. Не сообщайте, пожалуйста. Я не хочу, чтобы он знал, где я нахожусь. Пожалуйста. Что, все так плохо? Ну, как говорится, дело хозяйское. Вот вам бумага, ручка. Пишите. Пишите. А что писать? Что я такая-то, такая-то. Прошу закрыть дело о розыске. И не сообщать о моем местонахождении. Я могу идти? А есть куда? У тебя деньги-то есть? Ладно. Поживешь пока у меня. Квартирка, конечно, не пятизвездочный отель. Но жить можно. Ни в коем случае. Я не могу вас стеснять. У вас наверняка есть семья. Вообще-то я живу одна. И потом, если я предлагаю, значит могу себе позволить? Ну, ладно. О, господи! Да что такое? Как меня все это достало? Да, Анютик? Ой, Жанночка, у нас тут такое творится, ты не представляешь. Во-первых, у Олега пропала жена. Я не знаю, как и что, знаю, что пропало. Олег с ума сошел. Поругался с Георгием и уволился с работы. Представляешь? Офигеть. Ну, спасибо. Ой, прости, потом перезвоню. А, ну пока. Олег Павлович, скажите, а что происходит? В каком смысле? Мне только что предложили место директора в Южанске. Поздравляю, Леша. Как же, это же ваше место. Я больше не работаю в фонде. Как? Вот так. Я написал заявление. Так что можешь ехать с чистой совестью. А вдруг я не справлюсь, завалю все? Сейчас. Да, следователь Хомутов вас беспокоит. Приезжайте. Ваша жена нашлась. Спасибо. Сейчас буду. Леша, ты не переживай. У тебя все получится. Я в тебя верю. Давай. Удачи. Боже, какое счастье. Душ, горячая вода. Спасибо тебе огромное. Слушай, прости, картошка подгорела. Вот сколько не пытаюсь, но готовка, похоже, это не моё. Ты чего стоишь? Садись давай. Ну, хочешь кухню, я возьму на себя. А ты что, готовить умеешь? Повезло твоей семье. Да уж, повезло. Только семьи больше нет. Только не волнуйся, я не буду обуза. Я найду работу. Конечно, найдёшь. Только кто тебя без документов возьмёт? А новые будут месяц оформляться. Ладно, придумаем что-нибудь. Так, в общем, на сегодня постелю тебя у себя, а сама, пожалуй, на диване лёгаю. Нет, на диване буду я. Мне будет удобно. Точно? Точно. Заходите. Спасибо. Одну секунду, найду вашу анкету. Прошу прощения. Да ничего. Собирайся, пойдём купаться сейчас. Тс-с-с. Тс-с-с. Тс-с. А купаться мы не пойдём. Мы сейчас пойдём гулять. Тс-с. Тс-с. Красавчик мой. Тс-с. Давай. Пойдём, пойдём. Вот. Ну, в общем, нашлась ваша жена. Жива-здорова. Отлично. Но местоположение вам сказать не могу. Почему? Закон не позволяет. Вот, ознакомьтесь. Это скан её заявления. Подъявление Яковлова Суверна Николаевна. 18.09.1982 года. Сокрыть дело о розыске, так же не сообщать о моём. Спасибо. Не за что. Это наша работа. Станислав Михалыч, нашлась ваша потеряшка. Анют, мне срочно нужно в Новороссийск организовать. На когда? На сегодня. Как на сегодня? Мы же собирались у театра ужинать. Анют, ну работа есть работа. Сходишь с подружкой? У тебя на меня никогда нет времени. Сколько можно? Я больше этого терпеть не буду. Ну и не терпи. Кто тебя заставляет? Информацию по билетам скинешь мне на почту. Изменит он. Открывай! Открывай! Зараза такая, что ты устроила? Открывай! Открывай, говорят тебе! Открывай! Ты что устроила? Зараза такая! Ой, залила! Возах вещи! Возах вещи! Ой, господи! Ой, ты посмотри, что она устроила тут! Ой, голова одеть на плечах, соседи заливать! Да эти, реки у нее тут! Господи! Олежек, у нас тут беда. Я даже не знаю, что делать. Приезжай скорее, пожалуйста. Живете у меня, пока в квартире будет время. Здрасте. А Сережка, знаешь, в последнее время так плохо спит, я с ним совершенно не высыпаюсь. Вообще, мне это все так неудобно. А Вера точно не будет против? А? Вера в отъезде. Да ты что? Да. А когда вернется? А давай ты не будешь задавать лишних вопросов. Помоги, пожалуйста. Прости. Конечно, конечно. Спасибо. О, сумочку взяли. Сейчас пойдем с папой. Так, папа дверку нам открыл. Выходите, покажу вам новое жилище. Вот. Сережка может спать в кроватке, а ты в гостиной. Ой, нет, ну что ты. Он один, боится. Ничего, я тут где-нибудь на полу лягу. Зачем на полу? У нас где-то раскладушка была, я посмотрю. Вы голодны? Надо в холодильнике посмотреть, есть ли продукты, или может я в магазин схожу. Ой, нет-нет-нет, давай я ужин приготовлю, а ты побудь с сыном. Он вон как скучал по тебе. Да? Хорошо. Смотри, какая лошадка у нас здесь есть. Смотри, Сережа, давай покатаемся. Вот, какая лошадка у тебя по Мишке ездит. Да, лошадка скачет просто отлично. А ты знаешь, Сережа, как лошадка говорит? Игорь, Игорь, Игорь! Да, это пешко. О, это пешко! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Все сидишь? Ну что, нашла что-нибудь? Да, есть кое-что. Завтра нужно будет позвонить. Поговорить с работодателями? Вдруг повезет. О-о-о. Есть у меня старая трубка. Дам тебе. Чтоб всегда была на связи. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я могу говорить английский, итальянский и французский. Что ж, прекрасно. Давайте ваши документы. Э-э-э. Отлично. Вы нам подходите, мы вас берем. Но месяцы через три, когда наша сотрудница уйдет в декрет, да со звоном. Вы должны провести гостя по городу. История до запримечательности. Но не только как гид. Вы должны гостя развлечь. Вы меня понимаете? Легкий ужин, приватные беседы. Ну, а дальше по обстоятельствам. И запомните главное. Желание гостя – закон. Груз до Южанского укомплектован? Груз до Южанского укомплектован? Я тебя умоляю, все как в аптеке. В оговоренном количестве и точно в срок. Стас, у меня, кстати, к тебе давно разговор созрел. Валей. Пора бы нам партнерские отношения налаживать. Не понял. Мне надоело быть мальчиком на побегушках, Стас. Я хочу свою долю в деле. Я вам, между прочим, фирму сохранил. И в курсе, почему она вам важна. Эдик, ты, по-моему, зарываешься. Либо мы договариваемся сейчас, либо я чалю. А мой уход, ты не можешь себе позволить, я слишком много знаю о твоих делишках. И если у меня случайно, вдруг развяжется где-нибудь язык в официальном месте… Все, я тебя услышал. Только ведь я эти вопросы один не решаю, мне нужно посоветоваться. Это во-первых. А во-вторых? Во-вторых, ты поможешь мне найти одного человечка в городе. Женщину. Услуга за услугу. М-м-м, вкуснятина какая. Да твой муж полный идиот, если упустил такую хозяйку. Ой, извини, что-то мне то брякнуло. Да, все в порядке. Просто мой муж меня не упускал, и я сама ушла. Как только узнала, что у него другая семья. Вот гад. И ты ему просто так спустила? Что? Там ребенок. А у меня детей не будет. Так, да, тем более гад. Так, ладно, черт с ним. Давай выпьем. За тебя и твою новую жизнь. А мужика ты себе найдешь еще лучше. М-м, да. Кстати, о работе. Есть у меня один вариант. Не ахти, конечно. Любая сгодится. Тогда давай быстро доедаем и идем устраиваться. Как сейчас? Да ты что, ночь на дворе. Для этой работы в самый раз. Давай-давай, идем. Тебе понравится. Смотри. Вообще, чтоб ты знала, это лучший в городе ресторан «Восточный кухня». Ну, правда, здесь бантюки местного разлива так иногда собираются. Да ты что, зато на чайниях ела оставляют. Так что я тебе уверяю, место приличное. Да ты с ума сошла, кто меня возьмет? Я даже поднос в руках не умею держать. Так, не прибедняйся. Возьмут с руками и ногами. И потом, Армен, хозяин ресторана, мне кое-что должен. Лен, ну прекрати. Я… Так, Вера, пожалуйста, я тебя прошу. Вера, налево. Сначала надо было спалить, а потом жарить. Я же тебе говорил, дорогой. Какие люди, а? Здравствуйте, дорогие Ленчан. Я сейчас вас за столик посажу и накормлю, как своих родных. Подожди, Армен. Что такое? Мы к тебе по делу. Дорогая моя, какие сегодня могут быть дела, а? Вечер на улице, люди отдыхают, гуляют. Давайте, проходите, потом. Подожди. Моей подруге работа нужна. Возьми ее официантку. Ленчан, у меня официантки вообще-то комплект. Зачем мне лишнее? Хорошо. Позже поговорим. Давайте. Нет, сейчас надо. Может, ты забыл? Или я что-то путаю? Не путаешь. Ленчан, официантка должен быть сильней. Ну… Быстрый. Ну, ты посмотри на нее, а? Посмотри. Принцесса, слушай. Прекрасно. Значит, договорились. Ты что? Обалдела? Ты знаешь, сколько это платье стоит? Да ты за всю жизнь столько не зарабатываешь. Успокойтесь, пожалуйста. Ставь уборщик уберет. Давай. Извинения мне не нужны. Оставь по себе. Простите, пожалуйста, успокойтесь. А вот за химчистку? За химчистку ты мне заплатишь. Хорошо. И химчистку заплатим. И сегодняшний ужин за счет ресторана. Что вы стоите? Работайте, доводите. Вера, иди сюда. Слушай, там гости приходят кушать и веселиться. Они совсем не хотят чистить свою одежду. Еще раз обидишь гостя, и пусть Лена на меня не обижается, но ты работать в моем ресторане не будешь. Поняла? Я поняла, да. Иди, иди. Приведи себя в порядок и бегом к клиентам. Иди, иди сюда. Вы что стоите? Быстро работайте, дитей. Спи уже, достал. Ну как вы тут? Засыпай, мой миленький. Да еле угомонила. Никак не заснет. Олег. Чего? Олег, а тебе никто не звонил? Ты о чем? Ну, просто я твое резюме отправила в очень крутую клинику, и они обещали перезвонить. Подожди. Мое резюме? А откуда у тебя мое резюме? Ты что, лазала в мой компьютер? Ну, я же как лучше хотела. Жан, ты немного на себя берешь. Ты что, на работу будешь меня устраивать? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Олег, я все понимаю. Мы тебе мешаем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Как у нас только появится возможность, мы уйдем. Прости, я не должен был повышать голос. Я все понимаю, это нервы. И насчет работы моей не беспокойся, пожалуйста. У меня есть консультации, научная практика. Я смогу вас с Сережкой обеспечить. Спасибо. Фу. Боже, как я устала. Набегла за день, как совраска. И о чем я только думала, когда тебя в ресторан устраивала? Не, ну какая из тебя официантка? Приди, подай. Пойди вон. Надо себе что-то другое подобрать. Да ну перестань. Ты что, кого-то ждешь? Вообще-то нет. Ленка, ты моя, ты моя золотая. Опа-на, у нас гости. А познакомься, это Вера, моя подруга. Привет, подруга. Здрасьте. Кость, ну чего ты не позвонил-то, а? Ну чего? Ночь на дворе, между прочим. Нормальная ежедневная музыка. Я жгал, что мы нормальные. Все, ночь отменяется, сон тоже. Ну давай, давай, выпьем со знакомства, тащи бокалы. Так, Вера, будешь? Нет, я спать. Слушай, в общем, давай пойдем. Не будем мешать нормальному человеку. Давай-давай. Извините. Извините. Алексей Борисович, подождите. Вы же директор. Да. Что же это делается? Какой же у вас благотворительный центр, если у вас все платно? Как платно? О чем вы? Вот о чем. Это список лекарств, которые я должна купить. Подождите. Это только вам такой список дали? Что вы? Их всем дают. Но только те, которые побогаче, те покупают, а у меня нет денег. Так. А мальчик мой, а он болеет. Я возьму это. Обещаю, я разберусь. Здравствуйте, Катя. Здрасте. Эти медикаменты куплены родителями? Ну, да. А где лекарства центра? Вы их, что, продаете? Да как вы можете? Я бы никогда… Хорошо, не вы, а кто? Я не знаю. Кирилл Васильевич сказал, машина с медикаментами еще не приезжала, а… А деткам нужно. Вот родители и… А почему вы с этим вопросом к финансовому директору обратились, а не ко мне? Он сам просил по пустякам вас не дергать. Ничего себе пустяки. Ладно. Я все выясню. Юля, Кирилл Васильевич у себя? Да, у себя. Здравствуйте, Кирилл Васильевич. Почему я последним узнаю, что у нас родители сами лекарства для детей покупают? Да, что вы. С чего вы взяли? Говорят, лекарств в центре нет. А ведь неделю назад была поставка. Куда же они делись? Алексей Борисович, я думаю, вас неверно информировали. Да, у нас была небольшая недопоставка, но я с этим разбираюсь. Недопоставка? Да. Нейролептиков нам поставили меньше, чем мы просили. Но следующую поставку обещали компенсировать. Хорошо, если так. У нас могут быть проблемы. Надо бы за новым директором приглядеть. Любопытствует. Любопытствует. Да. Как бы чего не натворил. Я услышал. Адрес достал. А ты посоветовался? Угу. В долю не возьмем, но гонорар мы тебе поднимем. Грузчиком гонорар подымай. Ты, видно, не понял? В этом городе вы без меня пальцы не швильнете. Решение окончательно. Жаль. Обещаю вам большие проблемы. С бабой своей развлекись напоследок. Играет музыка. Играет музыка. Казалось бы, все так просто, Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, Взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу убежать, улететь, впечатать. В ладони твое лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать. В ладони твое лицо. Верните меня в начало. Верните в конце концов. До свидания. Всего доброго. Девчонки, пока. Пока-пока. Вера, какая неожиданная встреча. Ну, и какими ты здесь судьбами? У нас же здесь логистическая фирма. И я часто бываю в городе. А-а-а. Прячешься от Олега? Давай о ней будем обувь. Спасибо, что подвез. Ты Олегу не говори ничего, ладно? Конечно. А я еще несколько дней буду в городе. Может, встретимся, погуляем, кофе попьем? Нет, нет, мне сейчас не до этого. Ну, есть о чем подумать, понимаешь? Понимаю. Ну, в общем, мой номер телефона у тебя есть. Если что, звони, я всегда рад помочь. Спасибо, пока. Привет. Новый ухажер? Да ладно, я все видела. Старея не бывает. И он не ухажер, а просто друг. Угу. Просто друг? Не, я серьезно. Мы с Астасом еще с института знакомы. Начали встречаться. А потом появился Олег. Я в него страшно влюбилась, вышла замуж. Вот и вся история. Да вот похоже, что не вся. Да. Нет, ты серьезно? Я ведь заметила, как он на тебя смотрел. Вера, надо брать. А Олег твой? Пусть локти кусает. Нечего со всякими шалавами путаться. Слушай, я все хотела сказать. У меня Костик из рельса через неделю приходит. Давай вместе соберемся, сходим куда-нибудь, погудим. Друга твоего возьмем. Не-не-не. Погудим, это не про меня. Да, я сказать тебе хотела. Я договорилась с Арменом, что теперь через смену в ночь буду выходить. Зачем? Ну, как зачем? Чтобы не мешать вам с Костиком строить личную жизнь. Ты чё, с ума сошла? Может, ты еще в ресторане ночевать останешься? Так, все. Я завтра с Арменом поговорю. Лен, не надо. Я все решила. Я спать. Олежек, я там Сереже курточку присмотрела. Ты можешь с ним посидеть? Я сбегаю и возьму. Жан, извини, я работаю. Олег, ну, так работа никуда не убежит, а куртку заберут. Там 70 процентов скидка. Не могу. Ладно, работай. Иди. Ты что копаешься? Ничего не пойму. Куда кошелек делаю? – До завтра. – Пока-пока. Ну что, чувак, допрыгался? Тебе же сказали, мне тебе правильно. Я тебе свое знать надо. – Что вы делаете? – Ты куда рыбаешься? Я вызываю полицию. Байс закрой. Ты чего орешь? Вера, стой здесь. – Стас! – Я разберусь. Ну-ка, валите отсюда. Ну, ты чего? Я не понял. Я сказал, валите отсюда. Стас, он жив? Кажется, да. Стой! Надо вызывать скорую. Не надо вызывать скорую. У него череп пробит. Пока скорая приедет, он стечет кровью. Я сам отвезу его в больницу, а ты поезжай домой. Я посажу тебя на машину. – Я не поеду, потому что я свидетель. – Я посажу тебя на машину. Но я могу помочь. Вера, Вера, я разберусь. Стой! Иди сюда. Все, езжай. Деньги у тебя есть? – Есть. – Все, езжай, езжай, езжай! Черт. Черт. Спасибо. Алло, Стас. Ну, как там? Да все нормально. Как только вы уехали, подъехала скорая и полиция. Наверное, кто-то из местных жителей вызвал. А пострадавший уже показания дает. Ой, ну и слава Богу. Слушай, откуда ты там взялся? Вырос, как из-под земли. Просто встретить тебя решил? Я же говорил, район опасный. А откуда у тебя пистолет? Да это газовый. Так, таскаю с собой для острастки. Первый раз пригодился. Слушай, ну, выглядело очень впечатляюще. Я старался. Я не знаю, что было бы со мной, если бы не ты. Я рад, что успел. Ну, ладно. Спасибо тебе. Спокойной ночи. Пока. Спокойной ночи. Это было просто ужасно. Ты знаешь, если бы не Стас, я бы, наверное, уже в морге лежала. Лена, ты, конечно, не обижайся, но, как всегда, полиции не видно, не слышно. Да нет, я и не обижаюсь. Чё на правду-то обижаться? Слушай, а почему ты одна? А где Костик? Он же вроде бы должен был сегодня из Рейса вернуться. Так он дома. В выходные он всегда дома с сыном и женой. Костик дома живет только ради сына. Иначе он давно уже ко мне бы ушел. Лена, чего ты оправдываешься? Вера, ты меня пойми только правильно. Я… Я просто не могу быть одна. Я не такая сильная, как ты. Сильная. Вер, ты чего? Вер, ты что? Вера… Ты знаешь, я… Я жить без него не могу. Я дышать без него не могу. Верочка… Верочка… Я бы все на свете отдала за то, чтобы… За то, чтобы увидеть его сейчас. За то, чтобы обнять его сейчас. Чтобы вернуть все, чтобы все было как раньше. Верочка… Да не плачь, пожалуйста. Вер… Ох, Верка… Да, слушаю. Здравствуйте, Олег Павлович. Вас беспокоит следовательного российского ОМВД… Здрасьте. Я подруга вашей Веры. Вы знаете, где Вера? Да, она живет у меня. Вы можете сейчас записать адрес? Пишу. Простите. Улица Ленина. Угу. Спасибо вам большое. Я приеду. До свидания. Всего доброго. Какой подарок, а! В свой юбилей пришел мой дом. Добро пожаловать, дорогой. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Дом всегда приятно. Спасибо, родной. Спасибо. Чем сегодня подаришь? Па! Ягненок в тантыре. Пальчики оближите, а? Новенькая, что ли? Да, недавно работает. А что? Красивая. Слушай, по-брасски, скажи, пусть обслуживает. Хорошо. Вера, слушай, возьмешь восьмой столик. Но восьмой столик — это столик Людмилы. Я знаю. Дорогой человек, уважаемый гость. Хочешь, чтобы обслужила ты. Слушай, сделаешь так, чтобы люди остались довольны. Ясно? Ясно. Давай, иди. Иди, иди, иди. Добрый вечер. Я вас слушаю. Здравствуй, красавица. Каникулу для начала принеси. Самого лучшего. Внимание! Совершим поставлен самолет. Следующий рейсом 61-31 из Москвы. Пассажиров просим пройти в зону выдачи багажа. Пожалуйста, приятного аппетита. Присядьте. Не-не, нам не положено. Да присядь, присядь, я разрешаю. Армен мой друг, не стесняйся, садись. Руки уберите. Да что ты трепыхаешься? Будет все красиво. Музыка, шампанское. Пойдем в сауну. Сейчас отдохнем. Я не хочу ни в какую сауну. Я замужем, понятно? Я тоже же жена, да, слушай… Помогите мне, ну пожалуйста. Отпустите меня, ну пожалуйста. Отпустите меня, ну пожалуйста. Пожалуйста! Отпустите меня! Помогите! Для тебя можно и десять поставить. Пусть меня! Пожалуйста! Отпусти! Может, помочь? Отпусти! Отпусти ее! Отвали, козел! Тихо-тихо-тихо! Пусти! Извини. Ты здесь больше не работаешь. Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Да, что со мной не так? Почему я все время встреваю в какие-то ситуации? Только честно. Ты, главное, не переживай. Я больше никому не позволю тебя обидеть. Я всегда буду рядом. Второй раз ты меня уже спасаешь. Я готов это делать всю мою оставшуюся жизнь, если ты позволишь. Спасибо тебе. Пока. Пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Олег, ты как здесь? Проездом. Искал свою жену и нашел. А ты, видимо, встретила нового идеального мужчину для идеальной семьи. Молодцы. Документы на развод вышли по почте. Это все, что ты хотел мне сказать? А что от меня еще требуется? Благословения? Будьте счастливы. Друзья. Ну и уходи с катерси дорога. Я тебя ненавижу. Он даже не спросил, как я живу. Но он хоть что-то сказал? Он сказал, что пришлет документы на развод по почте. Вот идиот. Вера, ты сейчас успокойся. Ну давно же известно, что все мужики козлы. Слушай, я не понимаю, откуда он здесь взялся? Откуда у него этот адрес? Ты меня прости, но это я. А зачем? Ну я ж хотела как лучше. Думала, помиритесь. И по телефону, я помню, он так обрадовался. А оказалось, на развод собрался подавать. Ну что ж, значит все к лучшему. По крайней мере, сомнений не осталось. Как говорится, дважды в одну реку все кончено. Ничего не склеить. Вот так. Олег, ты не завтракал. Ну иди хоть чаю выпей. Ну или хоть я суп тебе погрею. Нет, не хочу. Олежек, ну что случилось? Что-то не клеится с твоими консультациями. При чем здесь консультации? Вообще, в моем доме можно оставить меня в покое. Мне не пять лет. Меня не нужно кормить из ложечки. Я со своими проблемами, я сам разберусь. Хорошо? Хорошо. Извини. Вообще-то я пришла попросить тебя посидеть с сыном. Мне нужно отойти. В общем, я пошла. Мне на собеседование нужно, я работаю еще. В общем, я пошла. Мне на собеседование нужно, я работаю еще. Мужчины, я дома! Что у тебя во рту? Серёжа, покажи! Ну-ка, покажи, выплюнь! Сколько он успел проглотить? Ты вообще видел? Нет, я… Господи, Боже мой! Давай-давай-давай, идём. Я здесь, подожду тогда. Я Вовку понесу. Ты его уже поносил! Гипсу, ребёнка! Я… Ну что? Всё обошлось. Доктор посмотрел и сказал, что всё чисто. Он не успел съесть ни одной монетки. Слава Богу. Да. Ты прости меня. Это я виноват. Нет-нет, это ты прости. Я виновата. У тебя и так сложный период. А мы тебе на шею свалились, да? Да ничего, не свалились. Это я вас сам к себе привёз. Ну, всё, идёмте. Идём. Привет, Стас. Привет. У тебя всё в порядке? Голос вкусный? Да, всё нормально. Ну, слушай. Раз я лишил тебя работы, то просто обязан накормить тебя ужином. Я тут нашёл чудесную кафешку. Там готовят потрясающую пиццу. Стас, прости, но у меня нет сегодня настроения выходить из дома. Я понимаю. Я подожду и пиццу тоже. Позвоню завтра, ладно? Ну да, звони. Пока. Пока. Верунь, привет. Какие планы на вечер? А ты спать собралась? К нам Костик намылился. Ну, ничего. Я сейчас его заверну. Нет, ты что, не надо. Я не собираюсь спать. Это я с утра не убралась. Костик, отменять не смей. Болтать будете вдвоём, потому что Стас пригласил меня в кафе. Может, ещё вина? Мы ещё это не допили. Не хочешь? М-м-м. Спасибо. У тебя очень уставший вид. Я точно знаю всё, что ты собираешься мне сказать. Ты что, экстрасенс? Спорим? Только не врать. Ты собираешься мне сказать, что у тебя прекрасное настроение и вообще всё замечательно. Что, не так? Я сдаюсь. Но ведь это не правда. Это не правда. Ты знаешь, вообще всё как-то криво получается. Стесняю подругу, которая меня приютила. Мешаю ей строить личную жизнь. Сеехать не могу. Работы теперь нет, денег не заработала. Ещё не хватало сесть на чужую шею. Ну, если это всё, то я могу одним махом решить все твои проблемы. Увидишь. Поехали. И сколько бы мама не рассказывала сказок, не пела песен, маленький тигрёнок всё равно не хотел засыпать. Тогда пришёл папа-тигр и сказал, если хочешь быть сильным, смелым, здоровым, ты обязательно должен как следует высыпаться. И тогда маленький тигрёнок закрыл глазки и уснул. А мама и папа-тигры сидели и умилялись, глядя на него. Ну, может, расскажешь, наконец, куда ты меня привёз? Сейчас всё увидишь. Сюрприз. 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 Прошу. А что это за дом? Корпоративное жильё. Собственность фонда. Я живу здесь, когда приезжаю в командировки. В остальное время жильё пустует, так что можешь вселяться с чистой совестью. Ну, Стас, просто... Эй, нет-нет-нет-нет. Я не имел в виду, что мы будем жить вместе. Я перееду в гостиницу. Нет, мне неудобно. Так, вопрос решён. Хорошо. Тогда давай так. Деньги за жильё я тебе верну. Тогда давай так. Заработаешь, вернёшь. Кстати, насчёт твоей работы. Я что-нибудь придумаю. Мне кажется, сфера обслуживания это не твоё. Знаешь, а твой этот Стас настоящий мужик. Уважаю. В каком смысле? Да, в прямом. Вот взял и всё решил. Вер, а ты не из-за меня уходишь? Не из-за нас с Костиком? Да что ты. Я ухожу, потому что пришло время двигаться дальше. Вер, ты молодец. Я так к тебе привыкла. Придётся теперь скучать. Я буду приезжать в гости. Обещаешь? Обещаю. Привет, Вань. Привет. Ну, а что думаешь? Очередной пьяный лихач? Вряд ли. Мужику здорово досталось перед смертью. И есть одна очень подозрительная рана. Ну, и какая же? Ну, точнее, я тебе скажу после вскрытия, но, думаю, она и стала смертельной. Ага. Интересно. Давай. Держи. Давай, давай. Доброе утро, мальчики. Доброе утро. Жан, я Серёжку накормил. Мне на завтрак, если можно, яичницу и кофе. А потом идём гулять в парк. Как тебе план? Годится? Отличный план. Давай. Давайте сюда. Ну, пойдём к маме. Давай сейчас. Дорожное нам принесут. Будем кушать, да? Олег, а я хотела спросить. У Серёжи в графе «Отец» прочерк стоит? Может быть, ты признаешь его официально? Мне кажется, это важно. Я буду рад. Я буду рад. Тебя начальник вызывает. Сейчас, иду. Что, опять деликатный разговор? Вещаки и глухари нам не нужны. У тебя дело этого утопленника? Ну, который на машине. Эдуарда Караваева? У меня. Но я пока не приступала. Я жду экспертизы по вскрытию. Закрывай его за отсутствием состава. Как закрывай? Экспертиза же... Охарова! Вот твоя экспертиза. Чёрным по белому. В результате алкогольного опьянения. Не справился с управлением. Короче, удоб. Подождите. Так на месте преступления. Эксперт же сказал, что... Елена Антоновна, ты к делу ни слова, а бумагу с печатями подшивать будешь. Ну, наконец-то. Чай остыл уже. Ты чего такая злая? Опять дело приказал закрыть. Баба с возу кобыли легче. Чёрт. Тимур. А может, не в другое отделение перевестись, а? Ты думаешь, там лучше будет? Проснись, Прохорова. Сказки никто не обещал. Какой у нас котик красивый, да, Серёженька, а? Дашь поиграть с котиком? Нет. Нет? Тогда я попрошу папу купить мне пёсика. Здрасте. На, держи ключи. Это Жанна, дальний родственница, по гостить переехала. А это Серёжка. И сейчас будем спать уже. Олежек, а я Верочке не могу дозвониться. У неё всё в порядке? Да, да. Всё нормально. Спасибо. Спасибо. М-м-м. Очень вкусно. Ты просто умница. Только утром появилась в этом доме, а уже всё кажется уютным и обжитым. Ну, блистань. Сюда ещё столько всего нужно купить, чтобы здесь стало уютно. Да? Не спорь. Ты фантастическая хозяйка. Спасибо. Вот видишь, даже забыл про сюрприз. А что это? Это линком? Стас, а как ты… Нет, ну гастроли организовывал не я. Мне оставалось только достать билеты. Спасибо тебе большое. Уже поздно, а… Уходить совсем не хочется. Но пора. Останусь я только тогда, когда ты сама этого захочешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Жанн, ты меня неправильно поняла, я все это делаю только ради сына. Это ты меня неправильно понял. Я просто хотела поблагодарить тебя за хороший день. Ну, вот и отлично. Ай! Черт! Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Леша, привет. Олег Павлович, простите за поздний звонок, просто с работы не хотел. Ничего. Ладно, кончай, извиня. Что-то получилось? Леша. А, Олег Павлович, у вас не сохранились записи и... или черновик заявки на оборудование и медикаменты для Южанска? Я не знаю, мне очень нужны точные цифры. Не знаю, надо на почту посмотреть. Если есть, могу тебе пересылать. А в чем дело? Да все нормально, тут просто кое-какие нестыковки вылезли. Хочу проверить. Ну, хорошо, пока. Спасибо, Олег Павлович. Доброй ночи. Доброй. Доброй ночи. Давай. Доброй ночи. Привет. Костя, а ты что здесь делаешь? Да вот ехал по делам. Я так соскучился. А, пошли, пошли, пошли. С ума сошел? Пошли, пошли, пошли. Подожди, у меня еще 15 минут, рабочий день начинается. Садись, садись. 15 минут, а что? На времени. Садись. Ох, как же я соскучился. Ну, ты с ума сошел? Ты серьезно что ли? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Поехали отсюда, вот так. Поехали-поехали. Да. Первый утран Штерюгин перевел. Конечно. Самое время закупать новую партию груза для Южанского. Нет. Кросс-экспресс закрылся в связи с безвременной кончиной директора. Не подкопаешься. Нет, ну, конечно, новую фирму открыть можно. Главное, найти человечка на пост директора. Ага. Как же я по тебе скучал. Так в чем проблема? Приезжал бы почаще. Да если б не сын, давно прозвелся. Жена-то у меня уже поперек горла стоит. Да я все понимаю. Кость, ну, ты тоже пойми меня. Мне так ребенку хочется. А одно и страшно. А ждать, в сорок, как-то стрепно рожать. Не боись, Ленок. Успеем. Все будет. Все у нас обязательно. Все у нас обязательно будет. Пусть. Ну-ка, пришмись. Пришмись, я говорю. Пришмись. Да ты чё? Пришмись. Прошу тебя. Ну, пришмись. Ну, пришмись. Тихо, пришмись. Ну, пусть я говорю. И с ней, ради Бога, тетка знакомая. И шутка отрепла. Засекла бы, тут же жене помешала докладывать. Прости, прости. Ради Бога, прости. Ну, конечно. Она ж тебе после этого не дала бы разводы, да? Чего так завелась, а, детка? Все у нас будет путем. Да пошел ты! Урод! Ой, Олежек, а ты уходишь? Я хотела тебя попросить Сережки посидеть. Мне на час надо буквально отлучиться. Прости, Жан, никак не могу. У меня консультация через час начинается. Да, Алексей. Олег Павлович, я только хотел поблагодарить, я получил все списки. Только я не понял, зачем они тебе? Там что-то стряслось. Ты можешь толком объяснить? Да я сам еще не до конца разобрался. Все так запутано. Я позвоню, когда… Позже, когда все выясню. Ну, хорошо, пока. Да, до свидания. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лена, здрасьте. Здрасьте. А? Добрый день. Добрый день. Я вот сумочку принесла. Какую сумочку? Здрасьте. Здрасьте. Зачем мне ваша сумка? Нет, вам она, может, и ни к чему, а вот потерпевшая какая. Вера, кажется. А, это Верю на сумку. Конечно. А, а где вы ее нашли? Так, пойдемте ко мне в кабинет. Там оформим находку и разберемся. Пойдемте. Я все голову ломал, откуда я его могу знать. Угу. Ну, а потом как щелкнуло. Это сын моего соседа по даче. Угу. Вот я к нему пришел, обрисовал все радости тюремной жизни, ну и… Угу. Вот результат. М-да. Ну, вы просто герой. Не ожидала. Лена, вы… Лена, вы… Вы не против, если я ваш портрет нарисую? Маслом? Ну, вы скажете тоже? Портрет. А вы мне нравитесь. Значит так, давайте не будем забывать, что мы, вообще-то, в полиции. Угу. М-да. Сука. Ну, у меня не буду. М-да. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы кто? Че вам здесь надо? Я директор центра. А я министр обороны. Документ покажите. Да вот, смотрите. Я таких карточек за полчаса сотню наштампую. Документ нужен. Послушайте, вы не имеете права. Вот это склад медикаментов. Если что пропадет, кто виноват будет? Нечего здесь бродить. Давай, будь здоров. Здоров. Дверь закрой. Так. Нет, ну вот что-то в тебе изменилось. У меня ж глаз алмаз. Прическу сделала, накрасилась по-другому. Ну-ка, Ли, что там у тебя? Ухажер появился? Ну, появился. Кто? Ну, мы на дне рождения у подруги познакомились. Такой, знаешь, интересный мужчина. До дома меня проводил. Да. Телефончик попросил. И позвонил. И позвонил. Вот, представляешь, позвонил. В ресторан меня водил. Тирамису угощал. Тирамису деревня? Ну? Что, ну, есть? Ну? Чего? Ну, Жанна. Ну, ты чего? Ну, мы только познакомились. Понятно. А я, ты представляешь, уговорила Олега Серёжку усыновить. Класс. Так что, давай сейчас я у него квартирку-то оттяпаю. Слушай, тебе его не жалко, а? Он всё-таки по-человечески к тебе. А меня кто-нибудь жалел? Не жалел. Вот и я их не буду. Так, ладно, слушай, мне бежать надо. Давай. А то там сейчас Олег придёт, а дома никого нет. В смысле, никого нет? А с кем Серёжа? Ты его что, одного оставила, что ли? Мультики я ему включила. Не надо только так смотреть на меня. Сейчас такие мультики, он Любовь взрослый будет везде сидеть. Всё, давай. Всё? Тирамису. Иди давай уже. Тирамису. Да. Ух ты, а симпатично у тебя здесь. Слушай, ну даже, телефон не продал. Документы здесь. Как хорошо, не придётся восстанавливать. Ой, не говори. Это твой муж? Симпатичный мужчина. Слушай, я вот думаю, как мне её рот благодарить? Ой, не знаю. Не, ну был бы он нормальный. Так можно было бутылку купить. А так? А чем он ненормальный? Говорит, с вас портреты писать надо. Представляешь? Маслом. Ой, да ну его. Нужен ему не больно. У меня костик есть. Всё-таки пять лет вместе, не просто так. А симпатичное платьице. Ты его сегодня наденешь? Платье красивое, но блеска в глазах нет. Итак. Вера, слушай меня. Значит, план такой. Радость, театр, комплименты, шампанское, поцелуи и бурный секс. Вера, ну вокруг тебя такой мужчина вьётся, а ты его морозишь. Радость, пойми, однажды в жизни наступает такой момент, когда нужно что-то менять. Просто если я сделаю этот шаг, назад дороги не будет. Вера, я в дороге, минут через двадцать буду у тебя. Ты готова? Да-да-да, я тебя жду. До встречи. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok Поехали. Давай. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Алло. А позовите, пожалуйста, Олега. А зачем тебе Олег? Я на все твои вопросы могу ответить сама. Не лезь в нашу семью. Олегу хорошо со мной и с Серёженькой. Хочешь послушать, как они играют? Папа, папа, собака, ели. Собака, ели. Да, и, кстати, спасибо тебе за детскую Серёженьке. Она очень нравится. В общем, Вера, я тебя прошу, последний раз по-хорошему. Хватит сюда названивать. Не разрушай наше счастье. Казалось бы, всё так просто. Субтитры подогнал Игорь Негода. Казалось бы, всё так просто. Субтитры подогнал Игорь Негода. Казахстан Субтитры подогнал Игорь Негода. Казахстан Распишитесь, пожалуйста. Здесь? Да. Спасибо, до свидания. До свидания. Поехали. Я так давно не была в театре. Ты знаешь, хороший спектакль — это замечательно. Я сейчас чувствую, что у меня внутри прямо всё летит. Ну, что ты так улыбаешься? Я в улыбстве, что ли, говорю? Да нет, всё это правильно говоришь. Просто сто лет не был на свидание. Сейчас ощущение, как будто мне снова пятнадцать лет, и девочка, которая нравится, мне улыбнулась. Я очень благодарна тебе за этот вечер. Мой любимый театр, мои любимые цветы. Слушай, как ты вспомнил про цветы? Я помню всё. Пidentally, я уже Холестин и Крым. Улыбнулась. В Тrotе, когда я пять не делалひюки, оставил heir chocolates, нечά though. Я помню, функция работа imposing. Выпущенные карту и деньги. Отолговые, они блиншие быстро не верности. Выпущены кое-чXCAPE, Ну, я пойду. Стас, подожди. Субтитры сделал DimaTorzok Стас! Я хотела тебе сказать, что, я думаю, я поторопилась. Ты знаешь, вечер был вчера замечательный, но ты не виноват. Это была моя ошибка. Доброе утро. Смотри, что у меня есть. Свежие булочки и фрукты для самой прекрасной женщины на свете. Привет. Я думала, что ты в ванной. А, забыл воду выключить. Торопился сделать сюрприз. Слушай, знаешь, я что хотела тебе сказать. На улице чудесная погода. Я предлагаю устроить пикник на берегу моря. Ты уже была на море? На набережной была. Это две большие разницы. Собирайся. У тебя, кажется, сообщение. Угу. А, это Лена. Спрашивает, где мы. Я тебя прекрасно понимаю. Конечно, невозможно забыть годы прожитые с Олегом, но я ведь этого не требую. Я готов ждать столько, сколько скажешь. Позволь мне заслужить твою любовь. Разве ее можно заслужить? Да. И я докажу тебе, что я лучше. Извини. Да. Я помню, что сроки поджимают. Просто мне неудобно сейчас. Нет. Здесь нужен не просто лох, а лох надежный. Нет. Я сам все организую. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Олег Павлович, я хотел позвонить, предупредить. Фух. Кажется, за мной следят. Есть ли со мной что-нибудь? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Абонентный критор у нас останется за важную полетом. Мигнал. Здрасьте. Привет. Привет. Привет, Анюта. Ой, Олег Павлович, здрасьте. Георгий Вадимович у себя? Да. Свяжись с ним, пожалуйста, узнать, сможешь ли он меня уберить несколько минут. Секунду. Георгий Вадимович. Вчера вечером говорил с Лешей Бобровым. Связь прервалась, не могу дозвониться. Не в курсе, как он там? Ты сядь, Олег. Спасибо, я постою. А что, что-то случилось? Алексей… Что? Погиб. Что? Как погиб? Утром позвонили из детского центра. Сказали, что его нашли в двери гостиницы. При нем не было ни денег, ни документов. Его ограбили? Да. Следователь считает, что Леша стал жертвой ограбления. Правда, следствие по делу только началось. И сядь, пожалуйста, я прошу тебя, Олег. Я понимаю твои чувства. Алексей был твоим подчиненным. Неподчиненным. Другом. Да. Большая потеря. Большая. Олег. Олег, я обещаю, я расшибусь в лепешку, но заставлю найти и наказать этих подонков. Олег, пожалуйста. Держите меня в курсе расследования. Спасибо, что приняли. Давай, вперед. Сейчас отметим наше примирение. Костя, ну ты уверен, что это хорошая идея? Ну, подожди. Костя. Ну, нечего это, Ренок, а? Не начинаю. Да ты не поедешь, что нас сыном укатило. Так что все в порядке. Свобода. Ну, подожди. Давай сначала посидим, поговорим. Ну, а чего нам говорить в такой момент? Ты чего? Ну, Костя. Ну, хорошо, давай. Давай поедим. Я, кстати, тоже есть хочу. Сейчас пельмешки поставлю. Шампусик. Давай надевай. Ух ты, моя сладкая. Проходи, проходи. Самая счастливая на свете семья Колпаковых не может ответить в данный момент. Говорите после сигнала. Костя, у тебя мобильный недоступен Мы добрались, все нормально Мама тебе привет передает Не забудь нас в субботу встретить Папа, да, я с ним поговорю Папа, привет Ну все, пока, целую Ленок, ты куда? Да, я там пельмени варить поставил Домашние Женой лепили Тихими семейными вечерами Да нет, Галка, сама она лепила перед отъездом Ну ты чего, все же нормально было Было, Костик, было Да сплыло Ленуль Все, Костик, вот на этот раз Все Олег, ты что, пьешь? Помнишь Лешку Боброва? Ну? Его убили вчера Ой, ужас Слушай, а пить-то зачем? Еще и без закуски Ты же сам говорил, завтра важный день Тебя вызвали к серьезному клиенту Обещали заплатить денег Так, и что? Как? Ты же можешь лишиться работы А на что мы жить будем? Нам же денежки нужны Что ж ты за человек тут такой, а? Ты о чем-нибудь еще можешь думать? Что ты все? Деньги, деньги, деньги Ничего больше! У тебя сердце-то есть вообще или нет? Жан! Да прости Я не должен был Сорвался Это 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 ты меня прости Я знаю, как это тяжело терять друзей Давай я приготовлю ужин и мы вместе с тобой помянем Алексея Давай Это я Это я Я виноват при его смерти Олег, это бред Ты не виноват Тем более его ограбили Я должен был ехать в Южанск Потому что это меня назначили директором А когда я ушел из фонда решили отправить туда Алексея Если бы он не поехал сейчас был бы жив Давай лучше помянем твоего друга хорошего человека Давай Царствие небесное Да Олег, ну не вини себя прошу тебя У тебя есть я У тебя есть сын Сереженька Мы твоя семья Мы тебя очень любим Я тебя так долго ждала Олег Прости меня Стас, ну прости меня Мы слишком долго были в отношениях Опять Олег Стас, послушай Я правда не хотела Я А вот в это я охотно верю Я подумал Ты По-настоящему захотела быть со мной А ты Просто захотела меня отблагодарить Пойду я Еле дождалась утра Я уехала Ты меня вообще слушаешь? Извини Не знаю, что делать После того, что случилось в квартире у Стаса Оставаться там как-то неловко Господи, как все было просто Когда я спала на этом диване Ну и оставайся Чего ты там будешь? Не, не хочу быть третьей лишней Это не ты Третья лишняя Это я Ну вот это почему? Да Костик тот В гости пригласил Вот я и сходила Оказалось, такое уютное Семейное гнездышко И знаешь, что я поняла? Противно-то как Фу А отлично он устроился С одной стороны крепкая любящая семья А с другой любовница С квартирой И в отличие от моего папаши Который нас бросил когда-то с мамой Костик ничего менять не собирается Но может это и хорошо Что ты наконец-то все поняла Чем раньше, тем лучше Если б раньше Господи, пять лет На что я только надеялась Мечтала о настоящей семье Любящем мужа, ребенке А он мне врал Говорил, что живет ради сына Но теперь все Это дело я закрыла Так что оставайся Двоем будет веселее Ну Добрый день Добрый день Вы ко мне? Нет, нет, я не по делу Точнее по делу Хотел вас на обед пригласить На обед? Да Сразу скажу Отказы не принимаются Здрасте Здрасте Ну, я надеюсь Ваш повар окажется на высоте На обед покажет Прости меня, я Я не прав Я завелся и наговорил глупостей Нет, ты меня прости Ты знаешь, я просто, наверное Еще не готова к новым отношениям Мир 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 Ну, тогда Перехожу к деловой части разговора Угу Ты помнишь, я обещал тебе найти работу Помню А я всегда Выполняю свои обещания Я предлагаю тебе стать директором Логистической фирмы Ты что, с ума сошел? Какой из меня директор? Потом, я ничего не понимаю в логистике И ты же сейчас уже работаешь с какой-то фирмой Э, работал Я расторг с ними договор Воруют Вот, а тебе я поэтому и предлагаю Стать директором Ну, открыть свою фирму Мне сейчас очень нужен человек Которому я мог бы доверять Как самому себе А тебе я верю даже больше Ну, я в этом не разбираюсь Это ничего На первых порах я тебе помогу Объясню Расскажу Найду людей в помощь Ты умница, ты справишься И потом, для тебя это отличная возможность Стать самостоятельно И ни от кого не зависеть Ну, давай Попробуем Это я Я нашел человека Так что со следующей недели Можем возобновлять поставки Нет, я уверен Он никуда лезть не будет Я же сказал Что я все контролирую Лена, заходите в дом Еще чуть-чуть и все будет готово Ммм, как вкусно пахнет Ну, еще бы Ни одна женщина не может приготовить мясо лучше, чем мужчина Ну, и вообще Кулинария это чисто мужское занятие Ох, вот тут я с вами соглашусь Какие у вас чудесные дочки Это племянница Мой друж, сестра пользуетесь моей холостяцкой свободой И частенько девчонку меня оставляют Просто удивительно, что вы свободны С вашими-то талантами Ну, вы же тоже не замужем Ну, и я Это совсем другое дело Ну, конечно Сильная женщина С благородным призванием Защищать людей от преступников Вы что, смеетесь, да? Ну, почему же Я вполне серьезен Защищать, говорите? Конечно, защищать Если начальство позволит А пока приходится закрывать дела Вечно прогибаться Только, чтобы с работы не вылететь Нет, ну, ладно Если это мелкие кражи Драки А если это убийства Что тогда? Ну, если мучает совесть Идите до конца Кажется, мясо готово Спасибо вам Ну, пока не за что Вы же даже не попробовали Я Приняла решение Очень важное решение Вам письмо Спасибо Олег, а ты не забыл, что мы с тобой собирались в ЗАГС сходить? Куда? Ну, в ЗАГС Заявление подать Какое заявление? А может быть, ты уже придумал своего сына признавать? Да, да, конечно, да Конечно, сходим Олег Павлович Если вы читаете это письмо Значит, меня, скорее всего, нет в живых Мои опасения подтвердились Кто-то здорово нагрел руки на поставках в детский центр В фонде происходит хищение И я хочу найти доказательства Но за мной следят Мне дали понять Не лезь не в свое дело Ваш Алексей Бобров Жанна! Жанна! Да? А где журнал, в котором наша сфера интервью? Я точно помню, я не выбрасывал Я не помню Вспомни, пожалуйста, он мне очень нужен Там Это не я, это Сереженька играл, просто так вот Сереженька Что-то случилось? Случилось Ой Алло Здравствуйте Меня зовут Олег Колосов Мне нужен Андрей Митин Ну, вы же на что-то опирались, когда писали вашу статью о воровстве в фонде Значит, были какие-то документы? Мне не интересно, где вы их взяли, мне просто хотелось бы на них посмотреть Они же наверняка сохранились Господь с вами, Олег Павлович, какие документы? Слухи Я воспользовался скандальными слухами и думаю, что их распускали ваши соперники Тогда во время землетрясения в Хакасии вы мне хотели что-то сказать Конечно Что? Я хотел выложить вам эти слухи Думал, что вы полезете в драку, я даже рассчитывал на это Тогда бы материал стал более острым, понимаете ли, факты Они становятся более вкусными, когда жареные, с душком У меня друг погиб Честный, порядочный человек и талантливый врач Мне жаль Перед смертью он успел сообщить мне о хищениях Я хотел бы с этим разобраться Понятно Понятно Извините, что оторвал вас от работы Олег Павлович Олег Павлович Три года назад меня тоже чуть не убили Как вашего друга Помогла счастливая случайность Только вот вам может так не повезти Хотите жить? Держитесь подальше Ты почему до сих пор дело утопленника не закрыла? Вообще-то я… Закрывай! И доложи мне об исполнении Ты чего тянешь-то? Больше всех надо! Смотри, доиграешься! Тимур, помолчи, а! Без тебя тошно! Ты куда его потащила? Слава Богу, перед тобой я не отчитываюсь Олег, ты вообще, вот ты даже не представляешь, как я счастлива Наконец-то у Сережечки есть папа А давай мы это отпразднуем, Олег, а? Давай в ресторан вечером сходим Нет, давай я лучше дома тебе что-нибудь приготовлю вкусненькое Жан, мне не до празднования А прошлая ночь, извини, это была моя слабость Поехали домой, у меня еще много дела Садись Ну ладно Сереженька, иди к маме Садись, садись, садись сюда, оп! Иди сюда, мой маленький Ну вот, здесь и будет офис нашей, то есть твоей компании «Транслогистика» Твой кабинет Ух ты У меня нет слов Слушай, как ты все успеваешь? Фирму открыл Договоры на перевозку оформил, вот теперь офис Ну, я просто слишком давно этим занимаюсь Спасибо тебе Я очень надеюсь, что мы скоро начнем работать Кстати, я уже дала объявление о наборе персонала Кстати, могу порекомендовать тебе пару проверенных людей Например, считай, это воровит, тебя уже есть Алофанд, люди Анют, добрый вечер Это Колосов, беспокой Здравствуйте, Олег Павлович Скажи, пожалуйста, название «Кросс-Экспресс» тебе о чем-нибудь говорит? Конечно Это логистическая фирма, она находится в Новороссийске Мы с ними работаем А что? Да нет, ничего Просто уточняю Спасибо, пока Опыт Это, конечно, веский довод, Николай Владимирович Но дело в том, что у нас уже есть претендент на должность товароведа А чего ж не понять Кому сейчас нужны пенсионеры? Да ну нет, прекратите, здесь дело не в возрасте, ну А я бы и не просил, ну Да внучка у меня Сиротой осталась Надо ж как-то поднимать Не на пенсию же Николай Владимирович, подождите У вас разумие с собой? Слышала, что Катькин муж творит? Нет, а что случилось? Его же сократили Так он запил и на диван лег Катька одна, теперь за всех паш А я думаю, что это его не видно давно А тут вот он что запил Катьку… Катьку жалко День добрый Капитан полиции Елена Прохорова Я расследую обстоятельства гибели вашего соседа Эдуарда Караваева Вы не могли бы рассказать, что вы о нем знаете? Ну, о покойниках плохо не говорят Угу Но это слово доброго не стоило Да А не слышали, чем он занимался? Разве сейчас поймешь Вон, у Ивана спросите, может он чего знает? Иван, тут полиция пришла, про соседа покойника интересуется Ну, про Эдика Ну, вы же с ним вроде бы общались Да какой там общались? Ругались Все время кричал, что я место его на парковке занимаю Здравствуйте, а вы случайно не знаете, где он работал? Только полиция пришла Видел его на западной промзоне На складах, мы туда за товаром ездим Ну, вот и Эдик там крутился все время Угу Понятно, спасибо Олежик, а ты куда? Я там ужин приготовила, думала мы посидим по семейному, отметим Я уезжаю В смысле, а куда ты уезжаешь? По делам И кстати, аккуратней с тратами Я в ближайшее время не буду проводить консультации Так что пока я безработный Сережка Ты что, бросаешь нас? Ты к ней едешь, да? Ты к своей вере? Пока Олег, а как же мы? Я думала, мы семья Жанна, у нас нет и никогда не было семьи А сына я бросать не собираюсь Вот Олег, я прошу тебя, пожалуйста, не бросай меня Олег! Олег! Я так и знал, что ты еще в офисе Пытаюсь разобраться в документах Не волнуйся, я нашел первоклассного юриста Придет завтра, познакомитесь, сядете с ним и с товаровидом Они люди опытные, расскажут, объяснят А сейчас давай-ка я тебя домой подброшу Угу Угу Слушай, какая у тебя подпись красивая, а А я всю жизнь писал корявую закорючку, хорошо не крестик Ой, слушай, я забыла тебе сказать Не нужен товаровед, я сегодня такого дядьку наняла Он всю жизнь проработал товароведом, представляешь? В смысле ты наняла Ну и ты Подожди, я договорился с человеком Он придет завтра И что? Я не смогла отказать, понимаешь, там такая ситуация Подожди Так, звони этому человеку и скажи, что место занято Я не могу, я подписала с ним договор Вера, что за самодеятельность? Ты сказал, что я директор Значит, я принимаю решение, так или нет Конечно Если знаешь, так принимай Я жду в машине Внимание! Совершил посадочный самолет Следующий рейсом 1142 из Москвы Пассажиров просим пройти до ночи багажа Повторяй Здрасте! Здрасте! А Олег дома? А Олега нет? Да какая разница? Пойдемте чай пить Ой, не-не-не-не-не-не Пойдемте, 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 пойдемте Держи, мой хороший На, на Молочко А ты, значит, родственница ему? Да, Ольня У нас Сереженька квартиру затопила И Олег пригласил нас к себе пожить Ой Ой, а что, старостейни-то не поливаешь? Чего? Мандариновое дерево. Верочка его так любила, вернее, любит. Тетя Валь, у меня к вам просьба. Мне нужно тяжело больную родственницу навестить, а там с ночевкой надо обязательно, а мне Сережа не с кем оставить. Вы не могли бы с ним посидеть, я просто не знаю, когда Олег приедет. Ага, спасибо. Людмила Анатольевна, а почему у нас в договоре другое название? Тут какое-то ООО «Кросс-Экспресс» написано. Мы перехватили контракты этой фирмы, Вера Николаевна. Добрый день, милые дамы. Привет. Я попозже зайду. Люблю умных женщин. Ну, ты же успела оценить, какая Людмила Анатольевна шикарный юрист. Я в процессе. Клиент с номером 117, пройдите к опошку 5. Внимание! Клиент с номером 117, пройдите к опошку номер 5. Ой, а фирма-то ваша ликвидировалась? Как ликвидировалась? Когда? Вы не ошибаетесь? Нет, все верно. Вот фирма «Кросс-Экспресс» ликвидировалась неделю назад. Извините, а по какому адресу фирма была зарегистрирована? А, ну, в западной промзоне, там где склады. Я не знаю. Давайте я вам адрес запишу. Если можно, спасибо. Так, западный проезд, дом… Наденька, извините, а можно у вас телефончик попросить? Ну, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю вас. Спасибо. До свидания. До свидания. Ольга Ивановна, а можно я на минуту? Да, конечно. Спасибо. Станислав Михайлович, тут вашей фирмой интересуются. Подождите, так а как вы в четверг грузились, если фирма неделю назад ликвидировалась? Ничего не ликвидировалось. Как работают, так работают. Склады не освобождались. Да откуда ж пять фурм? Мы на Южанке же две грузили. Ну, помнишь, Петрович, вы аккурат перед вас кином днем рождения? Точно, в четверг это было. А, там еле на две фуры наскребли. На две? А за погрузкой кто следил? Так этот, как его? Важен такой из Москвы. Вячеслав Михайлович. Не Вячеслав, Станислав. Станислав Михайлович? Ну, интеллигентный такой, лет под сон. Точно он. Обычно этик следит, но я не вдвоем с этим Станиславом. А тут он один был. Алло, Стас. Да, они обманули тебя. Шляется тут один. Вопросы задает. Мужики, просьба, не сочтите за труд. Если что-нибудь всплывет, наберите. Ну, если что, всплывет. Мы вам обязательно сообщим. Спасибо. А склады где вы говорите? А вам по ступенькам пройдите туда. Там третий склад будет. Угу. Спасибо. Угу. Спасибо. Угу. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, Надя? Добрый день еще раз. Это… А, узнали? Скажите, не могли бы вы посмотреть, на кого зарегистрирована фирма «Транслогистика»? А, уже закончили. А когда? Ну, что делать? Подожду до завтра. Спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я слушаю. Вера, здравствуй. Я в Новороссийске, и мне очень нужно с тобой поговорить. Говори. Нет, не по телефону. Нам нужно срочно встретиться. Пожалуйста. Я занята. Вера, пожалуйста. Это правда очень важно. Хорошо. Давай в кафе на набережной через час. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подпиши. Оставьте. Мне надо проверить. У вас здесь написано… Проверяюсь здесь я. Подписывай. Простите, но я так не могу. Моя обязанность – поверить и… Проверять ты будешь уроки у своей внучки. Или я сделаю так, что уроки проверять тебе будет не у кого. Понял? Понял. Все. Понял. Опять Олег куда-то умотал, но это не главное. Главное, что он Сережку усыновил. Он, кстати, его так полюбил, я вообще сама в шоке. Да. Так что, если со мной что-нибудь случится, Серега пристроен. Отец Олег идеальный. Ну что еще? Господи, как меня достало! Это все и на жизнь мимо проходит. Понимаешь? Пойдем в клуб, а? Пожалуйста. Звони этому ухажеру своему. Пусть друга берет. Пусть двух берет. А, слушай, а Сережа ты с кем оставишь? А я уже закинула удочку бабке-соседке, а она посидит. Антон сказал, что он сегодня очень занят, а завтра после работы он за мной заедет. Так вот, мы завтра и пойдем. Ты и я, и твой Антон. Посмотрим. День добрый. Следователь МВД Елена Прохорова. Говорят, у вас тут мелькал некий Эдик Караваев. Знаете такого? Надо же, Эдик сегодня чертовски популярен. Значит, там еще кто-то интересовался? Ну, кто знает. Может быть, да. А может быть, нет. Слушайте, а может, вам со мной в полицию проехать? На официальный допрос. Ну, зачем сразу? Так грубо. Говорите, сегодня был? Андрю, да ты вчера напился так, чтоб всем девушкам предлагал жениться. Не может быть. Ты там подряд. Точно, точно. Абсолютно. Я видел. Здравствуйте. Я покажу тебе. А ты что, отказался? Ага. Ага. Смотри, кто пришел. О-па. Смотри, кто пришел. Алло, Стас. Слушай. Тут мадам твоя нарисовалась. Похоже, стрелка у них забита с этим типом. Продолжайте следить. Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Тогда еще были силы. Остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше... Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. Горели в ладонях звезды, В ладонях звезды, взлетая наперебой. Верните, в конце концов. Убежать, улететь, впечатать. В ладони твое лицо. Верните меня в начало. Верните, в конце концов. Это с кем не бывает, а? Да, да, да. Нормальный ты был. Я вчера видел, какой ты был нормальный. Да, Жан, привет. Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы будете одна или кто-то еще подойдет? Меня ожидают. Ну, никак не хочет Сереженька без тебя спать ложиться. Поговоришь с ним? Да, папа. Я, я люблю тебя. Я очень тебя люблю. Слышишь? Я скучаю по тебе. Я скоро к тебе приеду. Да, да. Сыночек, хорошо. Ложись спать. Давай, и не капризничай, пожалуйста. Договорились? Давай. Вам чай повторить или, может быть, что-нибудь закажете? Да нет, моя дама еще не пришла. Почти закажем. Вы знаете, мне кажется, она уже ушла. Как? Когда? Да вот только что. Спасибо. Вера! Ты смотри, не договорились, что ли? Похоже, так. Черт. 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 Мам, не хочу, не хочу. Тихо, тихо. Зайду уже. Добрый вечер. Добрый. Чего трезвонить-то? Чего, чувачка, умоляю, посидите с Сереженькой. Мне надо по делам отскочить, а не с кем оставить. Я ненадолго обещаю. Ну что, сейчас поедем в клуб, а потом ко мне, да? Я за, отлично. Привет. Здрасьте. Я не опоздала? Нет. Я слишком вырядилась, ты же сказала, при параде. А я Антон, очень приятно. Жанна. А это моя подруга. Да. Спасибо. Мне Аллочка очень много про вас рассказывала. Серьезно? Про меня? Да. А про вас ничего я не рассказывала. Наверное, хотела сделать тебе сюрприз? Сюрприз. Ну, сюрприз удался. Поехали. Да, поехали. Садись там. Прошу. Не честно? Не. Отлично. Как волонтеры фонда, мы доезжаем вместо катастроф. Возникасть никто не требовал, мы просто делали свою работу. Серьезно? Да. Могу поведать, что такая ухоженная красивая девушка. В любой момент может отправиться спасать людей. А вы-то меня вызываете на работе с такой смешкой? Я думаю, что за это нужно выпить, да? Только я не могу, но я просто пойму на фенуаре. Я поюшки, да. Я за кроме не доеду. Я тебя довезу. Куда скажешь? Ладно? Давай. Пойдем потанцуем? Пойдем. Операция. Ты понимаешь, все ей дал? Разве что весь наизнанку не вывернулся и все равно нехороший. Че вам бабам надо, а? Слушай, да бросай эту сучку. Я лучше ее, поверь. Хочешь, докажу. Тут недалеко есть маленькая гостишка. Ты скажешь, что ты меня любишь, и я вся твоя. Мама. Ты куда? Смотри, чтобы у нее стакан был полный. Деньги верни. Стакан должен быть полным. Черт. Кому же я так понадобился? Да. Олег, добрый вечер. Это следователь Лена Прохорова беспокоит. Помните меня? Лена, конечно. Здравствуйте. А что-то с Верой? А, в смысле, что с Верой? Я не понимаю. Ну, просто мы должны были с ней встретиться, а она пришла и тут же ушла. Может быть, с ней что-то случилось? А, я не думаю. По крайней мере, мне она не звонила. Послушайте, я, собственно, звоню по другому вопросу. Судя по визитке, которую я сегодня получила в западной промзоне, и наши с вами интересы пересекаются. Давайте встретимся. Вам когда удобно? Да готов хоть сейчас. Видите ли, сейчас у меня ночное дежурство. Давайте завтра днем. Вас устроит? Как вам будет угодно. Хорошо договорились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Стас, мне нужно с тобой срочно поговорить. Заходи. Вера, я люблю тебя. Ты что, Стас? Я... Я так давно люблю тебя, Вера. С первой секунды, с первого взгляда. Как только я увидел твои глаза, как только я услышал твой голос. Стас, послушай. Подожди, не перебивай. Я, я знаю, ты полюбила Олега, я смирился. Но, но он предал тебя. А я по-прежнему люблю, и я хочу, чтобы ты была со мной. Давай бросим все и уедем. Далеко, в Испанию. У меня там свой дом. Здесь ни ты, ни я не сможем быть счастливыми. Здесь прошлое, оно будет мешать. Я не могу, я... Ты только представь. Представь. Разом. Оборвать все. Забыть о прошлом и начать новую жизнь. Новая страна, новые люди. Хорошо. Давай попробуем. Ты не пожалеешь. Я... Завтра мы возвращаемся в Москву. Визы я организую. Завтра? Да. Я куплю билеты на самолет. Мне нужен твой паспорт, а ты подъедешь прямо к уилету. Все, сейчас. Я сделаю все, чтобы ты была счастливой. Звучит музыка. Да. Алло, это Надежда из налоговой. Добрый день. Добрый день, Надя. Я нашла данные по транслогистик. Фирма зарегистрирована на Колосову Веру Николаевну. На кого? Одну минуту, подождите. На Колосову Веру Николаевну. Да, спасибо. Спасибо, Надя. Здравствуйте. Здравствуйте. В аэропорт. Садитесь. Лена, здравствуйте. Мне нужно вас срочно увидеть. Я не могу ждать. Появилась новая важная информация. Да, я знаю, где это. Спасибо. До встречи. Обратите внимание, уважаемые туристы. Мы с вами находимся на набережной города Бемороди. Ох, ох. 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 Что с вами? Ох. 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 Телефон звонит. Телефон. Ответьте. Скорую вызывайте. Вызывайте скорей скорую его. Конечно. Не кричите. Ничего нельзя трогать. Алло. Алло. А Олега я могу услышать? Смотрите. Может дышать? Вы пульс-то щупали? Вы простите, но… …человек, которому вы звоните, по-моему, умер. Как? Как? Пропустите. Как он? Живой? Вы родственница или так? Капитан Прохорова. Повезло паре. Еще пару сантиметров и каюк. А так, если довезем до больницы, может выживет. Что значит может выживет? Большая кровопотеря. Так, ладно. Поехали. Еду с вами. Да, Стас, я уже подъезжаю. Хорошо. Я жду тебя. Угу. Да, Стас? Я просто забыл сказать, что очень люблю тебя. Ты уже это говорил. Я буду говорить это каждый день. В общем, я тебя жду. Угу. Приезжай. Да. Слушай, это Лена. Прошу, только не волнуйся. Мы едем в больницу. Олег ранен. Что? Как ранен? В какую больницу? В центральную больницу. Олег жив? Да, жив. Больше ничего сказать не могу. В общем, приезжай. Лена, подожди. Подожди. Разворачивайте машину. Разворачивайте быстрее машину. В центральную больницу. Быстрее, пожалуйста. Лена. Лена. Антон. Мы ощущаем. Уже. Олег весело? Уже, как они отец. Пожалуйста, столько хватит? Да, спасибо. Да. Вера, ты где? У нас регистрация заканчивается. Стас, я никуда не лечу. Ади-ка, Ади. Ты прости меня, пожалуйста. Подожди. Подожди, Вера. Послушай меня, Вера, Вера. Я люблю Олега, я, я остаюсь с ним. Внимание, пассажиры. Плесающий с рейсом 61-62. Перелегистрация на рейс, заканчивая рейс. Лен, Вера, как Олег? Он жив? Успокойся, жив. Пока оперируют. Боже мой. Это его жена. Ну что, операция прошла успешно. Ранение, конечно, штука неприятная. А вообще, ему сказочно повезло. Сутки полежит в реанимации. А потом, если все будет хорошо, переведем палату, там и повидаетесь. Доктор, я должна быть с ним рядом. Ну, вы будете, будете рядом. Сейчас лучше идите домой. Отдохните. А завтра утром милости просим. Нет, доктор, пожалуйста. Доктор, я вас очень прошу, пожалуйста. Ну, хорошо. Ждите меня здесь. Я попробую договориться. А вам лучше вообще не заикаться. Раньше завтрашнего дня я допрашивать его запрещаю. Так, минутку. Я-то подожду. Но у меня к вам большая просьба. Если кто-то будет интересоваться состоянием больного, скажите, что оно критическое. А еще лучше скажите, что он при смерти. Договорились? Договорились. В общем, получается, твой муж как-то связан с этим расследованием. Он искал этого человека. Ты его знаешь? Нет. А хотя подожди. Ну-ка, дай. Я его видела. Где? Ты помнишь, я рассказывала тебе про жуткую драку около ресторана? Когда Стас меня спас. Так. Так вот, били его. Так-так-так. Погоди, а какого числа это было? Ой, я не помню. Уточнить можно в больнице. Его же Стас повез в больницу. А мне сказал, что парень в порядке, жив. Подожди. Не получается как-то. Я знаю, что его убили. А убийство замаскировали под утопление. А ты уверена, что Стас не знал его? Конечно. Не знал. А кто он вообще? Это Эдуард Караваев. Директор фирмы «Кросс-экспресс». «Кросс-экспресс»? Да. Мутная такая фирма. Судя по показаниям, он занимался какими-то махинациями с грузами. Отправлял пустые и полупустые фуры. Ты чего? Ну, фирма «Кросс-экспресс» работала с нашим фондом. Это была фирма Стаса. Стаса? Подожди. Значит, получается, Стас знал его? И похоже, тот работал на него. А это фирма, которую он на тебе открыл. Чем он там занимался? Ну, подбором персонала, выгодными контрактами, договорами. Вот что я тебе скажу, дорогая. Он тебя подставил. Нет, это невозможно. Стас говорил, что любит меня. Внимание! Водитель «Борфера» номер А-113-УМ. Прижмитесь к обочине. Внимание! Прижмитесь к обочине. Лейтенант Николаев, предъявите ваши документы. А-а-а. Все нормально, парни, сюда поедем. Вон глухой. Пошел! Пожалуйста, пройдемте в автомобиль. Ты с кем базаришь, а? Ты че? Руки убери! Ты трогай, я сказал! Эй! Вот садитесь сюда. Ненадолго. Вообще в реанимацию не положено. Здравствуй. Здравствуй. Тут конец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Да. Капитан Кривцов категорически приветствует капитана Прохорову. Привет, Виталий. Слушай, я к тебе по делу. Да? Я думал, на блины пригласишь. Обязательно приглашу, только в другой раз, ладно? В общем, мне тут счастье привалило. Машину с утопленником доставлю. Директор фирмы, представляешь? Фирма закрылась, а сотрудников в нем с огнем не сыщешь. Я даже не знаю, за что это цепит. Может, ты поможешь пробить эту контору по своим связям? Ленок, а чего ты так уверена, что у нас вообще на них что-то есть? Да, фирма-то мутная, понимаешь? Может, на директора есть, а может, на сотрудников? Ладно, пробью только завтра. Ты мне на почту всю информацию скинь. Спасибо тебе. Да, кстати, привет Жене. Передам. Пока. Пока. Фу, Костик, это ты? Ну, чего тебе еще надо? Поговорить пришел. Мы с тобой уже все выяснили. Иди домой. К жене и сыну. Ишь ты, как запела? Борзая столоктик! Как она пошла, что ли? Э! Отпусти! Ты че, мужик? Ну-ка, иди отсюда! Девушку отпусти. Юра! Ах, Юра! Юра, ну-ка, иди сюда! Ну, держись, козел! Сейчас рога-то поломаю! Иди сюда! Костик! Ну, вы с ума сошли! Ах, где? Кровь! Кровь у меня! Ты, тварь, ты мне нос сломал! Я тебя достану! Костик, иди уже домой. Я на тебя заяву напишу, ты понял? Я говорю, домой. Иди. Юра, ну, зачем вы так? Я как-нибудь сама бы справилась. О, господи, вам больно? Так, пойдем сейчас ко мне. Рану нужно обработать. Да это всего лишь царапи. Я прошу вас, пойдемте. И вообще, не сопротивляйтесь. Это не стоит. Так, не трогайте грязными руками. Я вас умоляю. Я не знаю. Я иендири, но для меня уже не купила. Я не знаю. Итак, извините. Я не знаю. Вail-ка. Я не знаю. Я знаю. Нормальное тело. Ох, начальник, начальник, а как же мы в сервисе… Отдыхаем, бродяги. Отдыхаем. Да? Скажите, каково состояние больного голоса? Есть такое. Критическое состояние. Чё знаешь? Нет, а что тут непонятного? Человек в любой момент может умереть. Я понял, спасибо. Аравина, семнадцать-А. Стас, что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Ты это серьёзно? Почему? Почему, Вера? Просто скажи мне, почему? Почему? Почему, Вера? Просто скажи мне, почему? Как я хочу. Стас! Прикати! Перестань! Пусти! Пусти! Свинья! Ты ж мне всю душу измотала. Хорошо. Это твоя жизнь. Я в твою жизнь больше не лезу. Свободно. Извините hastя! Жду. Мне больно. Свинья. Субтитры HARRY. Верный не забывайте еще точка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушаю вас. Это кто? Это медсестра. Какая медсестра? Олега позовите. Поправиться позову. А он что, болеет? Он в центральной больнице с ножевым ранением. Центральная больница-то у нас где? В Новороссийске. Где же еще? Алло, это авиакасса? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, я хотела бы узнать о моем муже, как он? Колосов. Да. Милая, вечером приходите, вечером. Его как раз в перевязке привезут, после перевязки и повидаетесь. Хорошо? Хорошо. Да, хорошо. Спасибо. Вот так. Сейчас эту баночку докапаем, будьте отдыхать. Ой, телефон. Телефон мой. Принесите, пожалуйста. Лежите. Лежите спокойно. Никуда ваш телефон не денется. Ой, не понимаете. Мне очень нужно позвонить. Вы же у меня не один. Ничего. Жена придет. Принесет. Жена? Вера? А что, у вас много жен? Приходила. Всю ночь возле вас просидела. Такая же упрямая, как и вы. Уходить не хотела. Спасибо. Все лишите. Лиза, иди сюда. Слушаю, Вера Николаевна. Скажи, где документы по последним поставкам? Ну, я их не видела. Может, они на складе? Ну, звони Николаю Владимировичу быстрее. Пусть приезжает. Ну, наш товар-вец заболел. Позвонил, сказал, простыл. Ну, поживей, поживей, мужики. Через час фуры должны быть уже в пути. Командир, за час не успеем. Войне заплачу. Годится. Давай, мужики, поднажмем. Давай, давай. Мужик, ты здесь главный. Чего тебе? Докладные подпиши. Лен. О, Вита. Привет. Здравствуй, красивая. Ну, а чё ж ты такого узнал, что нельзя по телефону? Садись. Ну, ты конспиратор. Ну? Ну? Ну, когда блины? Виталь, твоя жена печет лучше. Ой, Прохорова, какая ты скучная. Так, ладно, давай рассказывай уже. Чего нарыл? Что нарыл? Значит, по поводу этого кросс-экспресса. Его давно посли и готовили задержание. Тут фирма ликвидируется, директор внезапно умирает. Решили на всякий случай проследить за сотрудниками. Угу. Выясняется, что все они переметнулись в похожую контору. Ух ты. И что самое интересное, контора эта получила вся машина, склады и заказы от предыдущей фирмы. Ничего себе. Слушай, вот это вам повезло. Кстати, если не ошибаюсь, ребята должны как раз сейчас хлопать эту контору. Да ладно. Да. Слушай, а как называется эта новая контора? Транслогистик, по-моему. Виталя? Чего? С меня бутылка. Алло, Вера? Лен, подожди секунду. Вер, послушай меня. Лиза, иди сюда. Алло, Вера, это очень серьезно. Скажи, где старые контракты с кросс-экспресс? Не знаю. Может, наша юристы брала? Она вернется с обеда, я спрошу. Алло, Лен. Старший лейтенант Зеров, АБЭТ. Телефончик выключите? Черт. И приготовьте регистрационные документы, которые относятся к хозяйственной деятельности вашей фирмы. Будет обыск. Лен, ты хоть понимаешь, что ты ставишь меня в дурацкое положение? Виталий, послушай, вы не того берете. Вера, честнейший человек, ее просто подставили. А она должна понимать, что она подписывает. Лена, там везде ее подписи. Да это все не важно. Нужно брать организатора. И это точно не Вера. Так, Прохорова, по поводу вот этого звонка я никому докладывать не буду. Но это все, что я могу тебе сделать. Знаешь, Виталь, а я ничего другого от тебя и не ожидала. Нормально. Да, приехали на склад. Приступаем к опусу. Что происходит? Следственные действия происходят. Стой, где стоишь. Давай на склад. Обыскать его. Здесь все чисто. Нет? Ладно, пойдем. Походу, опоздали. Пусто. Ну, и кто здесь главный? Ну, минут пять, как уехал. Вы не ответили на мой вопрос. Так куда же все-таки делись контракты с фирмой «Кросс-экспресс»? А мы не заключали контрактов с такой фирмой. Это старые контракты на поставки, которые перешли к вам после ликвидации «Кросс-экспресс». И вы, как юрист, не можете об этом не знать. Все документы забрали АБПЦ. Вы же видите, как они тут постарались. Послушайте. Контракты пропали до обыска. И я хочу знать, куда они делись. А я хочу видеть документ, позволяющий вам что-либо требовать от меня. По какому праву вы меня тут допрашиваете? И кто вас уполномочил вести расследование? Что? Думаете, подставили начальницу и все сойдет вам с рук? Даже не надейтесь. Простите, я хотела вам сказать, контракты действительно исчезли до обыска. Я не знаю, кто их взял. Но вряд ли кто-то сознается, потому что Людмила Анатольевна, она раньше работала в этом «Кросс-экспрессе». Все понятно. Это плохо. Значит, концов нам не найти. А попробуйте поговорить с нашим товар-ведом. Его Вера Николаевна сама нанимала, может он что-то знает. А как его зовут? Николай Владимирович Старков. Понятно. Спасибо вам. Не поели еще? А вот и жена пришла. Как ты милый. Ты мой хороший. Вот, витаминчик. Ой. Нормально все. Спасибо. Я пока из Москвы летела, я же вся извелась. Ты что, подрался? А ты одна? Сережка где? Я его с тетей Валей оставила, она приглядит. Тебя же нужно на ноги как-то оставить, м? Я квартирку рядом сниму и буду сама тебе готовить. Что это у тебя тут такое у нас, а? Каша. Ой, на такой-то еде на ноги не встанешь, знаешь. Только ты знаешь, у меня денег совсем нету. Может у тебя карточка с собой, ты мне дашь ее? Жан, не надо ничего. В смысле? Я благодарен тебе за заботу. Мне медсестра сказала, что ты всю ночь провела у моей кровати, но… А я ж не могла тебя бросить в такой сложный момент. Знаешь, пока ты не вошла, я думал, что это была Вера. Вера. Прости, что разочаровала. Нет, это ты мне прости. В общем, это уже не важно. Важно то, что я понял. Я люблю и всегда буду любить только Веру. Угу. Ты не переживай, вы с Сережкой будете в порядке, я никогда вас не оставлю. Но сейчас, я думаю, тебе лучше вернуться в Москву, к сыну. Мне деньги нужны. Я же оставлял тебя. Но я сюда, знаешь, не на помеле прилетела. Хорошо. Я переведу тебя на карту. Спасибо. Выздоравливай. Вера. Это все-таки была Вера. Хорошего Рома считает подруга. Не уходи в себя, то не вернешься. Иди вон, сыграй с нами. Да не пугай ты ее. Может, еще все рассосется, выпустят. Как же, жди. Документы изъяли? Изъяли. Ее в хату упекли? Упекли. На документах чья подпись-то? Слышишь, подруга. Документ подписывала. О! Теперь, голубая, на тебя все и вешать будут. Чистая тебе крышка. Иди сыграем лучше. Мозги проветриваешь, чего в клетку цепилась, как ненормальная. Заново сдавай. Я не видела, она пуплевала. Небось опять. Звучит музыка. Добрый день. Простите, а вы ведь в этом доме проживаете? Угу. Я из полиции. Капитан Прохорова. Скажите, вы давно видели вашего соседа, Николая Владимировича Старкова? Я за соседями не слежу. Видите ли, какое дело. Я ведь не из простого любопытства спрашиваю. Мне действительно помощь нужна. Уехали они. Коля внучку свою вчера вечером к другой бабке с дедом отправил. И сам следом куда-то поехал. С рюкзаком дачным. Значит, у Старкова есть дача. Угу. А где? Вот, держите, зарядился. А ты… Слушай, да что ж ты скачешь так? Осторожней надо быть. Спасибо. А, отлично. Спасибо. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действующей. Черт. Добрый вечер, Олег. Добрый. Я та самая Лена Прохорова. Лена, приятно познакомиться. Взаимно. Как вы себя чувствуете? Спасибо, нормально. Вы не знаете, что с Верой? Я никак не могу ей дозвониться. Что? Веру арестовали. Как? Как? Вы не волнуйтесь только. Значит, он ее все-таки подставил. Да. Лена, мне нужна моя папка с документами. Она была в сумке. Попросите медсестру принести мою сумку. Подождите, но при вас не было сумки? Как? Значит, за мной следили, я не заметил, ее забрали. Так, так, подождите, Олег. Ну, что вы делаете? Лежите. Моя жена в опасности. Я не могу здесь просто так лежать. Послушайте, полежите хотя бы до утра. Сейчас мы все равно ничего не сделаем. Вы можете рассказать все, что знаете? Мне тоже ехать собирать вещи? Звонарев, не торопи события. Ты облажался, пациент жив. Я груз отправил и улетаю в Москву. А ты остаешься и пасешь его, если наш знакомый сам копыта не откинет. Ну помоги ему. Олег, Олег. Олег, подожди. Все, что ты говоришь, как-то в голове не укладывается. Может, ты преувеличиваешь? Послушайте. Стас открыл фирму на ее имя и подставил. В результате Веру арестовали. Ее обвиняют в мошенничестве. Если его достану, своими руками придушу. Подожди, подожди. Не кипятись, Олег. Ради Бога, не кипятись. Я немедленно к тебе вылетаю. Мы вместе подумаем, как вырулить ситуацию. Ну, давайте. Все, отбой, жди меня. Да я сам хотел звонить. Все нормально, груз ушел, я вылетаю в Москву. Никуда ты не вылетаешь. Остаешься на месте и ждешь меня. Все. Через этого товароведа шли все накладные. При нем загружались, разгружались грузы. А еще он должен знать Стаса. Ой, не знаю. Может, он говорить-то с нами не захочет. Скажется с закрытой двери, покажите ордер. Ну, и чего тогда? Ничего, мне он все скажет. Олег, вы, главное, держите себя в руках, ладно? Что там? Да вот, похоже, что эта черная машина следит за нами с самого центра города. Может, показалось? Так, вы, главное, сидите спокойно. Если показалось, то и дергаться нечего. А если в самом деле хвост, то главное, чтоб они не поняли, что мы их засекли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Николай Владимирович! А странно, что дверь открыта. Может, он у соседей? Или мы уже опоздали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Николай Владимирович! Да нет, здесь он. Николай Владимирович! Николай Владимирович! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Олег, Николай Владимирович, вам плохо? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Два года назад, мой сын с невесткой разбились на машине. Внучка живет со мной. Ой, мне очень жаль. Я очень хорошо отношусь к Вере Николаевне, но эти люди угрожали моей Катеньке. Вы меня понимаете, они поджидали меня у дома. Ну, конечно, конечно, я собирался показать все Вере Николаевне, рассказать ей, но... Ну, я просто испугался, понимаете? Ну, что мне оставалось делать? Я не мог рисковать. Ну, и что вы? Всю жизнь собираетесь сидеть в этом чулане? Стоять! Николай Владимирович, вы тоже поймите, вы в опасности, пока не дали показаний. Пистолет на землю! Быстро! Как только эти документы лягут на стол следователя, и Станиславу Михайловичу, и всей его команде, самим придется искать вот такой же чулан. Решайтесь! Пошел вперед! Быстро! Что там? Что случилось? Все нормально. Кто это? Я знаю этого человека. Это он угрожал моей Катеньке. Я видел его со Стасом на складе. Дерьмо собачье. Казалось бы, все так просто Ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звезды Взлетая наперебой Тогда еще были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше не хочу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Казалось бы, все так просто Ты со мной, а я с тобой Горели в ладонях звезды Горели в ладонях звезды Взлетая наперебой Тогда еще были силы Остаться на берегу Я этого не просила Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо Верните меня в начало Верните в конце концов Новость часа В городе Южанске введен режим Чрезвычайной ситуации Южанск оказался в развалинах После сильнейшего смерча Разметавшего город Разрушены жилые дома Объявлена эвакуация жителей На помощь местным спасателям Едут сотрудники МЧС со всей страны По предварительным данным Число погибших от стихии достигло Пятидесяти девяти человек Да Ублить четырехсот раненых Это Олег Здорово Здорово Как добрались? Нормально Сам-то как, оклемался? Да, почти Ну, садись Расскажи все по порядку еще раз Пусть Глеб послушает В общем, перед смертью Алексей успел мне прислать документы По детскому центру Воруют на всем На оборудовании На медикаментах И как только Леша стал задавать Лишние вопросы, его убрали Я полностью уверен, что это дело рук Стаса А откуда такая уверенность? Все ниточки вели К логистической фирме Кросс-экспресс Я приехал в Новороссийск Но к этому моменту фирму уже ликвидировали А ее директора Некоего Эдуарда Караваева Убили При этом Стас Приехал в Новороссийск Когда директор был еще жив Думаю, Стас был замешан в убийстве Директора То есть он убил Не знаю Не он, но его люди По его приказу А потом он открыл Новую фирму по логистике И подставил Веру Веру мы вытащим Слово даю Глеб, ты как начальник безопасности Подсуетись Вере надо помочь Вообще как-то странно Мне всегда казалось, что Стас К Вере хорошо относится Даже слишком Черт в голове не укладывается Я ведь доверял ему Но ты тоже хорош Почему сразу ко мне не пришел С документами? Так А? Теперь у нас нет никаких доказательств Ну, кое-что есть Нашелся свидетель Товаровед со склада Он сейчас как раз у следователя Дает показания Олег, привет, это я Короче, плохо дело Звонарев ушел в отказ Молчит, как партизан А капитан отмахнулся От показаний товароведа Говорит, мол, голословно Купить документы В суде не принимают Ну, вообще он мог бы напрячься И найти оригиналы А зачем ему утруждаться? У него уже есть Вера Не собирается у никого и ничего Изгать Как прочим и все тут Возбудил дело Только по хранению оружия Я уже ушел От нашего генерального Придется вернуться Он глава фонда Пусть подключает все свои связи И найдет способ помочь нам И вытащить Веру Ты только не волнуйся У нас обязательно все получится А если что-то прочное Звони не счастненьше Хорошо, на связи Давай, до завтра Давай Да и черт с ним, с этим фондом После статьи этого писаки Дела у нас и так хуже некуда За последний год мы с фонда не получили И трех копеек А сейчас такой шанс С Дерюгина под катастрофу Можно огромный куш получить Три дня Три дня, Глеб Нам нужно, чтобы Дерюгин Спокойно перевел деньги Я выведу их в офшор И мы тихонько можем варить за границу Да, с таким багажом Будет комфортно в любой точке мира Но В эти три дня Все должно быть тихо Тихо, как И Олег Со своими разоблачениями Нам совсем не в кассу Заткнуть его так просто не удастся Значит, надо его убирать И Стас тоже С собой не возьмешь Засветился по полной И здесь не оставишь Много знаю Да и взорвался парень Ну Ты понял, Глеб Значит Разберешься с ним вечером Утром слетаешь в Южанск Надо там тоже все почистить Мало ли кому Олег взболтнул про документы Все доказательства сейчас там В Южанске Скандал нам ни к чему Понял, сделаю Стой Стой Стой, Игорь Еще одна мысль пришла в голову Олега Нужно убрать так Чтобы полиция решила, будто это Стас его кончил Из ревности И скрылся с деньгами фонда И пока полиция И Дерюгин Ищут Стаса Мы с тобой спокойно Скрываемся за границей Хм Хороший план Стой 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 В аэропорт Срочно Спасибо Ну, нормальный человек Можешь так призвонить, а? Явилась, не запылилась Ребенка отдай О ребенке вспомнила Двое суток где-то шлелась Даже одежду ребенку не оставила Ой, ты мой маленький Что плачешь? Тетя Ну что? Ну что ты творишь? Я вот Олегу все расскажу Как его родственница ведет Он тебе задаст Какая уж я родственница Я любовница Да? Вот так И ребенка больше не приводи Я сидеть не буду И тряпку свою забери Или к 화нистимы Открута Откруто 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юра! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после сигнала. Лена, не могу вам дозвониться. Это Олег. Тут кое-что выяснилось. Я срочно вылетаю в Южанский. Прилечу, позвоню. Да, спасибо. Всего доброго. Будьте добры, один до Южанска, пожалуйста. Южанск не принимает гражданские рейсы. Как? Почему не принимает? Вы что, молодой человек, телевизор не смотрите? Там жуткий СМЕРШ прошел. Аэропорт принимают только спасатели и военных. Понятно. Спасибо. Всего доброго. Твою ж... Ммм, мм, мм. Здравствуйте. Да. Спасибо, пожалуйста. Олег, хорошо, что я до вас дозвонил. Это Андрей Митин. Я завтра по заданию редакции вылетаю в Южанск. Вы уже там? Я хотел бы взять у вас интервью. В Южанск? Мне вас Бог послал. А во сколько вы вылетаете? В девять я должен быть в Шеремене. Андрей, а мы можем с вами встретиться в аэропорту в половине девятого? У меня к вам будет одна просьба. Вы что, в Москве? Пока нет. Все расскажу при встрече. Тогда до завтра. До завтра. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вас берешься. Спасибо. Всего доброго. Тогда один до Москвы, пожалуйста. Доброе утро, командир. Подвези, будь другом. А тебе куда надо? Я в Южанск тороплюсь. Серьезно? Вот это повезло, а. Я ж туда же волонтером. Просто от своих отвезом. Ну, отошел на пять минут. Ну, по нужде. Выхожу, все уже уехали. Торопятся. Выручи, по-братски. Ну, садись, раз такое дело. Вот спасибо, а. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Привет. 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 А это кто? Это? Это твой ангел. Это твой ангел. Так милый. Кость остынет. Знаешь, такого утра у меня еще не было. М-м. Ну что ж, привыкать. А можно? Нужно. Слушай, а где мой телефон? Мне кто-нибудь звонил? Ну, насчет звонил не знаю, но я его зарядил. Вот, спасибо. Подержи. А, алло. Алло, Тимур, привет. А меня кто-нибудь искал сегодня? Нет, но есть новости. Звонарев, которого ты вчера задержала, он в больнице. Почему? В камере была драка. Похоже, его пытались убить. Говорят, он требует следователя. Все распоряжения отдавал Стас. Ну, то есть, Бойко. Станислав Михайлович Бойко. А потом, когда он новую фирму открыл, так он сам крутился. А мадам эту свою даже близко к складам не подпускал. Вы имеете в виду Колосова? Ну да, ее… А я тебе говорила, что Вера Колосова не при делах. Ох и упертая ты Прохорова. Ладно, сейчас следователь подпишет освобождение. Беги, встречай свою подругу. Спасибо. Чтоб ее за километр к складам не подпускали. И вообще следить надо было, чтоб она свой нос не совала. Вера. Наконец-то. Спасибо тебе огромное. Ну, что ты, что ты. Не переживай. И потом, я же не одна тебе помогала. Здравствуйте. Спасибо вам огромное. Да мне-то за что. Мужа поблагодаришь. А что, Олег здесь? Он улетел. Поехали домой, по дороге все расскажу. И все, что вы написали тогда в статье, все правда. От первого до последнего слова. Ну, такого размаха даже я не подозревал. Чтобы глава фонда в голове не укладывается. Андрей, пожалуйста, помогите мне довести все это дело до конца. Да что тут доводить? История такая, что просто нужно идти в полицию. В полицию с пустыми руками не пойдешь. Нужны веские доказательства. Иначе Георгий и Стас просто отмажутся так же, как в прошлый раз. И все. Андрей, поймите. Мало того, что вы могли бы им ответить на угрозы. Подумайте еще, какой горячий материал может получиться. Олег, ведь для статьи мне тоже нужны доказательства. Еще не понимаю, чего вы от меня хотите. Ну, вы же летите в Южанск спецбортом, правильно? Возьмите меня с собой. Мне очень надо туда попасть. Все доказательства в Южанске. Из фонда меня уволили. Спасатели меня не возьмут. Гражданские рейсы туда не летают. А тянуть нельзя. Тут кто первый успеет. Либо я, либо Георгий со своей бандой. Если они заметут следы, все, больше ничего не докажешь. Пожалуйста. Скажу, что вы мой фотограф. Поехали. Спасибо. Опять недоступен. Но не может он целый день лететь в Южанск. В новостях говорят, там вообще связи нет. Угу. Так, ладно. Алло, Тимур, привет. Слушай, будь другом. Узнай, пожалуйста. Колосов Олег Павлович. Колосов. Записал? Да, это срочно. Пробей. Выезжал ли он за последние сутки в Южанск? Так. Да я знаю, что рейсы отменены. Может быть, спецборд там. У него там связи среди спасателей. Пожалуйста, помоги. Жду. Тимур. Да, Тимур? Я поняла. Ладно, спасибо тебе. Ну, что? Олег рано утром вылетел в Москву. Значит, он не в Южанске, а он в Москве. Вер, ну, это бред. Ну, хорошо, ты прилетишь. И куда ты поедешь? Ты же сама сказала, что у вас в квартире это… Ну, мы же знаем, что Олег вылетел в Москву. Ну, я должна его найти. Я… Я чувствую, что я ему сейчас очень-очень нужна. Вер! Лен! Девчонки! Ну, где вы входите? Регистрация уже заканчивается, а? Пойдем быстрее. Спасибо. Да. Стас. Стас, Колосова отпустили. Как отпустили? Откуда я знаю, как? Я только что встретила его в аэропорту. Мила. Мила. Ми… Так к Южанску подъезжаем. Тут со связью говорят, беда. Черт. Извините. А тебя как зовут, молодой человек? Таменко и я. Таменко и я. Ага. Катя, привет! Ой, Олег Палыч, здрасте. Я не видела, как вы приехали. Я за аккредитацию. Давай, скажи, а кто у нас сейчас за директора? – Кирилл Васильевич. – Это который бывший финансовый? Да. Олег Павлович, простите, сделал непроворот. Вы обращайтесь, если что. Давай. Спасибо, Кат. Спасибо. Где расписаться? Прошу прощения. Ну, как вы тут? Ну, и работа у вас не представляет, как вы справляетесь. Андрей, нам надо пройтись по складам и сравнить количество грузов. По бумагам, на деле. По каким бумагам? Которые мы возьмем у нового директора. У меня есть одна идея. Пойдем, пойдем. И я имею в виду не только сотрудников фонда «Люди», а вообще всех, кто оказывает материальную поддержку жертвам этого ужасного смерча. Вы пишите, пишите. Не волнуйтесь, Кирилл Васильевич. Все фиксируется. На пожертвования наших спонсоров были куплены различные медицинские и немедицинские грузы. Спасибо, Юлечка. Ага. Держимся. Из последних сил уже. Ну, ничего. Скоро откроется второе дыхание. Справимся, правда? Не в первой жене? Ну, да. Юля, а папка с накладными и актами приемки грузов у тебя? А, да. Кажется, где-то здесь было. Кирилл Васильевич просил посмотреть документы по поставкам, пока я здесь. Посмотри, пожалуйста. Угу, угу, угу. Похоже, это она. Да-да, спасибо. Угу, угу. А вы куда? А? С папкой куда? Как куда? Работать? Кириллу Васильевичу пламенный привет. Посмотрю, верну. Спасибо. Да, я в юзу. Уже иду. Мама. Привет. 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 Уснула она там, что ли? Мама! Господи, ну не могла жена уйти. Мама! Серёжа! Серёженька! Серёжа, не плачь! Я сейчас. Ага, сейчас. Серёженька, сейчас. МЧС? Тут ребёнок один в квартире. И запах дыма очень сильный. Мама! Я так сослужился. А вы куда, мамаша? Постойте здесь. Ой, Серёженька! Серёженька, маленький мой, иди ко мне, иди ко мне, мой хороший. Прикинь, под кроватью прятаешься. Иваныч, отбой. Да духовка была включена, а там пластик. Из-за этого дым. Вот как можно ребёнка одного в таком возрасте в квартире оставлять, а? Да мамаша у него непутёвая совсем. Прости, Господи. Ну всё-всё-всё. Вот бы сейчас закрыть глаза и очутиться на море. Только представь. Солнышко, песочек, шезлонга и коктейльчик секс на пляже. Ну а в чём? Вопросы? Поехали? Мечтать не вредно. Да я серьёзно. Поехали сегодня. Куда? На море. Я отпрошусь с работы на пару-тройку дней. Тебя ведь здесь ничего не держат. Нет. Ты с ума сошёл? С тобой легко. Короче, ты иди собирай чемодан. Я позвоню на работу, отпрошусь и заеду с тобой. Решили? Да. Иду-иду. Верочка, а как же я рада. Здрасьте, тётя Валя. Скажите, вы Олега давно видели? Да давно уж. Как это Жанна нарисовалась, видела пару раз, а потом совсем исчез. Ты, ты проходи, проходи. Проходи, садись. Ага. А Жанна-то это без него. Таких тут дел натворила. Ничего, с Жанной мы всё решим. Странно, что Олег дома не появлялся. Я точно знаю, что вчера из Новороссийска он выехал в Москву. Так вы помирились? Ну, пока нет, но… И правильно. Нефиг такого мужика отдавать. Самим пригодится. Мама! Господи, опять проснулся. А мамы ещё нет. Она скоро вернётся. Пойдём, попробуем с тобой поспать. А там, глядишь, и мама вернётся. Давай ручку. Давай. Давай. Пойдём. Пойдём. Ты… Ты что тут делаешь? Где мой ребёнок? С ним всё в порядке. Твой ребёнок жив и здоров. А вот интересно, где была ты? А ты мне кто такая, чтоб я перед тобой отчитывалась? Ребёнка! Верни мне моего, Лен, я тебя в суд подам. Ой, прекрасно. Заодно в суде расскажешь, почему ты ребёнка одного оставила. Тёть Валю позовём спасателей. Они расскажут, как ребёнок чуть не задохнулся. И тебя прямо там лишат родительских прав. А-а-а! Тебе ребёнок мой понадобился, да? Ты у нас своих родить не можешь, так мы его решила забрать. Так вот знай, милая, такого не будет. Я тебе их не отдам. Ни Олега, ни ребёнка. Они же тебе не нужны. Ребёнка, значит, хочешь себе оставить, да? Да. А вот это мы ещё посмотрим. Я тут, знаешь, перед тобой расстилаться не собираюсь. Встретимся в суде. Так. Я так полагаю, что в суд ты явишься отдохнувшая и загоревшая? Не твоё собачье дело. Так. До свидания. Быстро! Молодец! Давай! Все, как в аптеке, хватает. Привет, мужики, как работает? А тебе что за дело? Ах, да, забыл представиться. Корреспондент журнала «Финансы и бизнес-диалог» Андрей Митин. Большой поток гуманитарных грузов приходит. Скажите, сколько фур сегодня, вчера? Что, мы их считаем, что ли? Сколько пришло, столько и разгрузили. Помогай грузить. Ну что ты в кусочек пришел? Илья, давай. Короткий мужчина. А ты салага. Тут полуславый грузить. А ну, короткий мужчина. Давай. Грузи. 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 Да окремально. torch presente, ibilidad. Степенье не cyanide. Андрей Львович, дорогой, поймите, я же цифры не с потолка беру. Сейчас в разгар спасательных работ мы можем увести и спрятать любую сумму. А потом, когда все успокоится, большие деньги вызовут вопросы и подозрения. Ковать железо надо пока горячо. Ну, если выну всю сумму сейчас, за раз, это сразу привлечет внимание соответствующих органов? Три дня. Я считаю, хороший срок. Через три дня деньги будут. Три дня. Андрей Львович, голубчик, вы меня без ножа режете. Деньги надо переводить срочно. Ладно. Что-нибудь придумаем. И сейчас, когда за моей теле реально большие бабки, Георгий решил все себе захапать, а нас убрать. Да ладно. Да неладно. Я из Новороссийской кое-как ноги унес. Георгий сейчас будет от лишних ртов избавляться. И ты на очереди. Чего предлагаешь? Ну, первонаперво надо шкуру свою сберечь. У меня в Москве кое-что припрятано. Бабки, документы. Но сами я туда уже не ссунусь. Георгий наверняка своих псов у квартиры посадил. Метнись туда ты, я здесь отвяжусь. Привезешь, все по-делям. По-честному. Эй, мужик, держи его, его нельзя выпускать. Черт. За дороги! Держи, ты меня не знаешь. Держи, держи, держи его! Куда ты, блядь? Тащите его на склад! Может, Олег? Алло, Олег? Не угадала, дорогая? Кстати, поздравляю с освобождением. Стас, что тебе нужно? Какие мы сердитые-то, а? А у меня для тебя привет. От твоего благоверного. От Олега? А что с ним? Пока ничего. Но это пока. Чего ты хочешь? Денег. Ну, у меня нет денег. Знаю. Поэтому ты привезешь мне мои. Заберешь ключи у соседки. В коридоре откроешь шкаф. За задней панель. Сейф. Кот. Твой день рождения. Заберешь все, что там лежит, привезешь мне в Южанск. Если увижу полицию. Олегу не шить. Заберешь. Где встречаемся? Пролетарский район на складе. И поторопись, дорогая. Я ждать не буду. Куда они могли испариться? Или это ты нюх потерял? Мы все обыскали. Олег со Стасом как в воду канули. Ты понимаешь, что вся операция может накрыться? Ну, как ты мог их опустить? Я же сказал, не беспокоен. Что непонятного? Георгий Вадимович, тут Вера Колшева пришла. Говорит ей, срочно. Проходите. Вот эти деньги Стас просил привезти ему. Да. Молодец, что пришла. Но Стас… Каков подлец, кто бы мог подумать? Георгий Вадимович, гражданские самолеты в Южанск еще не летают. Стас сказал, что он долго ждать не будет. Помогите мне попасть в Южанск. Ты не волнуйся, не волнуйся. Я все устрою и все сделаю. Давай-ка, поезжай домой, там собирайся и в аэропорт. Там я тебя встречу. Нет, нельзя. Если Стас вас увидит, то он угрожал убить Олега. Убить Олега. Ладно, я что-нибудь придумаю. Вера, ты же знаешь, я Олега как сына люблю. Ты веришь мне? Верю, да. Я сейчас быстро собираюсь и еду. Спасибо. Осторожней там. Ну что, одним выстрелом всех зайцев? В Южанске все почистим. Куку, подъем. Просыпайся. Да, упери ты. Ну, дальше что собираешься делать? За границу свалю. Неделю назад думал, что уеду с остоятельным человеком, но видишь, как оно бывает. Ну, ничего. В наших обстоятельствах жив остался уже хорошо. Тебе-то гораздо меньше повезет. Убьешь меня? А зачем мне об тебя руки марать? Стас, оставлюсь здесь без еды и воды, сам загнешься. А с Верой что будет? А что с Верой? Отдаст мне деньги и пусть гуляет, пусть тебя ищет. Если повезет, найдет твои мощи, станет тебя оплакивать. Ну, ты и мразь, Стас. Ты же был мне другом. Другом? А ты Веру-то у меня по-дружески увел? А Вера, после всего того, что я для нее сделал, кинула меня, тоже по-дружески? Ай, ладно, ребятки, у меня из-за вас вся жизнь наперекосяк. Ну, предположим, жизнь твою ты сам спустил в унитаз, когда с Георгием связался. Вообще-то, еще не поздно. Можно пойти в полицию, во всем сознаться. Хочешь? Я помогу. Апельсинки мне будешь в тюрьму носить? Ой, как это мило. Спасибо, сам справлюсь. Да, все, надоело. Не о чем говорить. Где Олег? Привезла. Где Олег? Деньги давай. Все чисто. Не то прикрытие выбрал, Стасик. Вот ж Глеб это сделает. Да я и вправду забыл, с ком имею дело. Лучше бы ты пошла в полицию. Что происходит? Да все хорошо. Все хорошо. Для полного счастья нам Олега не хватает. Давай рассказывай, где ты его спрятал. А какой мне резон с тобой откровенничать? Олег, где? Олег, где? В горах. Ну, поехали, покажешь. В машину. Олег, пусть резин can be rideед. Олег, пусть резинка. М��도 у Prosht techniques of theist. Не так. В горах. Олег, пусть резинка. Олег, пусть резиновая, ст Tonных погребления. Терц tills booth рассматривали правильный Сколько жилет вы нам врали? Ничего личного, Верочка. У каждого должен быть свой кусок хлеба, желательно с маслом. Как собираетесь Олегу в глаза смотреть? Олег сам виноват. Нечего совать нос, куда не следует. Мне вот интересно, как вы дальше с этим жить собираетесь? А дальше, Вера, они собираются жить без нас. Интересно, как это без нас? Вера, Вера, вроде умная женщина, а простых вещей не понимаешь. Вот Стас умный, он уже все понял. ИНТРИГУЮЩИЯ ВЕРОИ ВЕРОИ Продолжение следует... Ну что, до Любовича? Почти приехали. Сейчас не гони, справа будет яма большая, ее не будет видно. Вот она. Стас! Стас! Прыгай! Нет, нет, смотри! Да прыгай! Вера! Вера! Ты как? Ты в порядке? Ты жив? Господи, ты жив? Да. Ну что? Ты жив, слава Богу. Прости меня, пожалуйста. Это я во всем виноват. Нет. Нет. Я, я все разрушил. Ну, не получилось из меня идеального мужа. Прости. А мне не нужен идеальный. Мне нужен ты. Верка. Я так рада, что вы к нам выбрались. Но, честное слово, надоело тебя слушать только по телефону. Мы когда в последний раз вывелись? На нашей спальне? Прости, Лен, закрутились. С понтом куча дел, с Сережкой. Мамаша-то Сережкина объявлялась? Нет. Я слышала, она в Египте встретила какого-то пожилого немца и собирается за него замуж. Угу. Ну, туда и дорога. Мама, мама, тут рыбки есть. Я их вижу. Сережка-то не ревнует? Нет. Он с ним разговаривает и ждет. Да. Знаешь, Вера, твоя беременность — это такое счастье. Боже мой, вопреки всем прогнозам, это же чудо, Лена. Пойдем. Ну, как это возможно? Наверное, это чудо называется любовь. Все готово. Так, господа. Да. Вы нас собираетесь кормить? Конечно. Мы втроем, между прочим, ужасно голубы. Ты замуж, наверное, за меня вышла, потому что я готовить люблю, да? Ну, честно говоря, не без этого. Ты знаешь, я вот все время думаю, а был бы он, если бы мы не пережили столько, сколько мы пережили. Забудь об этом. Все, что было — это как сезон дождей. все плохое смыло, а хорошее осталось. Сереж! Иди к нам! Нана! Папа! Я иду! Иду! Казалось бы, все так просто. Ты со мной, а я с тобой. Горели в ладонях звезды, взлетая наперебой. На перебой. Тогда еще были силы Остаться на берегу. Я этого не просила. Я больше так не могу Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо. Верните меня в начало, Верните в конце концов. Убежать, улететь, впечатать В ладони твое лицо. Верните меня в начало, Верните в конце концов. Смогла бы я жить на свете, Смеяться и ждать гостей. Ведь я... КОНЕЦ ХОРАЮТ СМОН Продолжение следует...